Для тех, кто смотрит в записи, это четвёртая часть прохождения игры This War of Mine, режим истории. Для тех, кто пропустил прошлую часть, во-первых, мы завершили основной сюжет, во-вторых, начали, собственно, режим истории, где нам рассказывается о судьбе, нелёгкой судьбе молодой семьи. Мать, мама умерла, отец с дочкой, дочка больна, эта ночь прошла спокойно. В общем, главного героя зовут Адам. Кажется, прошёл всего день с похорон Барбары, а теперь Амилия заболела. Эта проклятая война не отнимет у меня дочь. Я этого не допущу, я найду способ её спасти. Лучше, конечно, посмотреть эти записи, если вы пропустили, потому что... Потому что сейчас спойлеры будут. Я сейчас вернулся... Короче, дочку похитили, из-за того, что открыли коридор гуманитарный. И... Точнее, гуманитарный зелёный коридор для тех, у кого есть ребёнок. И ребёнка похитили для того, чтобы пробраться. Вот. Вполне вероятно, мне сейчас нужно будет вернуться... Ну, возможно, я уже зафейлил. Не точно, но возможно. Крыска не поймалась. Что у нас есть? Медицина, еда, немножко кофе. Рейдер, спасибо тебе. Сообщает. Привет, Михаил. Ещё раз. Здорово, что ты прошёл сюжетку. Но, к сожалению... Ой, конечно, конечно. Это самая имбовая команда профессиональных выживальщиков. Чтобы почувствовать весь треш, попробуй пройти за двух пенсионеров. Вроде Антон и Света. Они не умеют готовить, драться и добывать. ГЛХФ. Так. Нужно три куска мяса, действительно. То есть, либо торговец... Ну, скорее всего, да, у торговца надо будет приобретать. Давайте послушаем радио. Я бы отдохнул, потому что у меня сильная усталость накопилась. Послушаем, что... Невзирая на отчаяние контратаки, повстанцы, стремящиеся прорвать блокаду, город остаётся отрезан. Представитель военных заявил, понятно. Музыка. Тёплые приятные дни, ничего нового. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Грайдануть верстачок. Нужно пять дополнительных деталей. Грайдануть плиту для приготовления тем с овощами. А если у меня овощи? Овощей нет. Может, этот верстак сделать? Пистолет получим. Да, глядишь. Броньку починим. И не так дорого стоит. А, давай. Сделаю верстачок. Ну, потому что реально есть уже запчасти для пистолета, есть патроны. Депрессует, депрессует у нас. Товарищ. Так, а по фильтрам что? Фильтр есть один. Можем воду добыть. Ну, вода тоже есть. 21 единица воды. Но добывали хорошо. Точно нужно отдохнуть. А, стоп. Это же не тот верстак. Извините. Хорошо. Можем заколотить, конечно, чтобы нас не обкрадывали. Нет, нет, нет. Так не получится. Нас регулярно будет обкрадывать. А если нас регулярно будет обкрадывать, то... Можно поесть консерву. Ножовка нужна. Но я не то прогрейдил просто. Мне не хватало на верстак. Верстак не было грейдить, а не основной. Заколотил лучше. А толку от заколачиваний? Если нападение будет, я все равно добывать буду. Это рано делать. Абсолютно бессмысленное действие. Давайте оливну. Не надо было тратиться на это, конечно, надо было... Я перепутал верстак, сори, друзья. Это... Это косяк. Это сюжетка... Это уже не сюжетка. Не основной сюжет. Основной сюжет мы уже с вами прошли. Сейчас заточим консерву, ляжем спать и все, к черту. Потому что усталость надо снимать. Жадный старикашка, он что-то знает, просто так мне не скажет. Но я думаю, что все равно это облом с бомжом. Нихрена он не знает. Просто захавчик хочет... Захавчик мне хочет развести. Так, едим тушеночку. И сразу поспим. Сильная усталость. И, кстати, можно оставлять шкаф и тырить в него. Шмот нельзя будет украсть. Да, это есть такой легкий абуз игровой механики. Итак, у нас усталость полностью снята. Осталась только депрессия, причем не такая жесткая. Можно отправиться снова на поиски Амели. Но если я пойду в разбомбленную школу, еды мне все равно нет. И там нечего утаскивать. Можно пойти в аэропорт. Там не были в принципе. Или вернуться на бензоколонку. А, еще разрушенная многоэтажка есть. Некоторые из моих хороших друзей жили в этом районе. Если не все еще здесь, возможно, что-то знают. Еда, материалы, рыжие запчасти. Давайте сюда пойдем. Возьмем ломик обязательно. Возьмем лопату обязательно. Может даже... Там опасности нет, поэтому я не буду брать ножик. О, отлично. Вообще усталости никакой. О, овощи. Я оставлю здесь в кучке. Там аптечка наверху. Похоже. Изучаем. Что здесь? В коляске что-то есть. Несколько предметов. Погремушка. Улыбающаяся игрушка. Краб. Погрызенный детскими зубами. Полупустая бутылка с соской. Вероятно, детское питание. Кто-то забыл их здесь в большой спешке. А может потому, что их... В них больше не нуждался. Игрушка Краб. Так, запчасти. Ну все, собираем. Тут, наверное, два захода в любом случае мы с вами... Все не унесем сразу же. Точно не унесем, по крайней мере, бруски. Все, уже не помещается. Ни хрена. Давайте скину входом. А там уж потом разберемся. Время есть. Адам он добытчик. 15 лотов. Поэтому утаскивается довольно шустро. А, вон решетку попилить надо. Ну для этого верстак нужно грейдить. И уже пилить из... Из частей оружия. Второй раз, скорее всего, сюда приду. И с двумя уже этими. Да. Видите, тут очень много лота, но за решеткой. А я как раз сейчас наберу компонентов необходимых для апгрейда верстака. Да, ну и сюда сейчас вернемся. В общем, в следующую же ночь. Потому что там явно много всего. Что с собой взять? Наиболее ценные бруски. Пока не нужны они в хорошем количестве у меня. Запчасти для оружия. Запчасти, естественно. Овощи. Может быть. Патроны вряд ли. Овощи мега ценные, конечно. Это можно будет в ловушку поставить. Наверное так. Брусочки. Табак мне особо не нужен. Не курю. Бежим к выходу. Маленькая лог. Возвращаемся в убежище. Сейчас грейдим верстак. Делаем две ножовки. Идем дальше в эту же. До скольки будешь стримить? Ограничений нет. Сегодня гости у брата. На столке играю до конца. Я думаю, что до 12. Я точно достремлю. Возвращаемся домой. Никто нас не обворовал. Это очень хорошо. Как только я принесу еду этому бродяге, он расскажет, где искать имелю. Конечно. Так, есть легкая усталость. Улучшаю верстачок. Смотрим, может кто попался. Да, две еды есть. Отлично. Кстати, мы можем эту еду не тратить. Закинем сейчас помидорку. Пусть ловится. Ну, вдруг торговец не придет. Я не смогу выторговать. У него нужно количество еды. Консерва есть, если что. Короче, сейчас сначала закинем хавчик. Пошло все. Понятно. Правая кнопка. Прилути работа. Я не проверял. Где дочь? Дочь похитили. Ориентировочно ее похитил. Сначала ее похитил наш брат. Для того, чтобы пробраться через... А, нет. Кажется, нет. Кажется, мы думали, что похитил брат. А, нет. Похитил сначала брат. Потом его ушатали. Все, это бессмысленно. Да, все нормально. Берем две единицы еды. Надеюсь, там скрип не запорол. Закидываем вот эту вот штуку. Удобрение. Несъедобное абсолютно. Лучшее, наверное, что можно закинуть в эту штуку. Сейчас сделаем две ножовки, если мне хватит. Ну, должно хватить. Торговец не идет. У меня есть что-нибудь поменять. Да, слушайте. Две ножовки делаем легко. Броню сделать не можем. Я, наверное, пистоль сделаю еще. Все-таки. Походу, отдать еду сюжетный квест. Да, но проблема в том, что я там шуганул одного товарища. Ограбил его. И тот квестовый убежал. А, торговец идет. Ну, хорошо. Делаю две ножовки. Сейчас обязательно поторгуем. Не знаю, правда, чем. Спирта у меня нет. Разве что только лекарства сдавать. А лекарства не хочется. Ранее не получу. До свидания. Хорошее предложение. Говорит, есть. Так, у нее есть третья еда, которую, типа, по квесту можно взять. Кофе беру, потому что я кофеман. Ну, и, собственно, все. Меняю на таблеточки. Еще овощи, наверное, возьму. Еще запчасти, наверное. Драгоценности. Чуть-чуть водички, чуть-чуть материалов. Ай, не хватает. Давайте вот так. Больше у нее особо ценного ничего нет. Можно, конечно, тушенку взять, но это слишком дорого. Тушенку у меня и так есть. Договорились. Не, можно тушенку. Нет, не надо тушенку. Не надо тушенку. Все нормально. Уже хорошо. Сейчас мы делаем пистолет. Хаваем тушенку, ложимся спать. Можно было, конечно, приготовить. 15 градусов. Но тогда у меня не будет стака из трех единиц еды. Может, сразу попытаться отнести ему еду, чтобы не украли ее. Да, наверное, давайте так я сделаю. Так, у нас с вами есть пистолет. Сейчас съедаем тушенку и ложимся спать. Если ты ночью добываешь, то... Все. Сытые. Нормально. Снова пойдем к бомжам. Тем более, там не все я утащил, кажется. Завершаем день. Усталость не та. Хорошо. Так, школа. Почти все я утащил. Вслед от аптеки ведет либо к бензоколонке, либо сюда. Миля ходила в эту школу. Говорят, теперь можно... Там полно бомжей. Берем три единицы еды. На всякий случай я возьму... Ножик. Поехали. Ну, вдруг там сейчас сразу агрессия будет. Сразу можно забрать... А, стоп. Кажется, я здесь пилу мог применить. Я же не открывал пилкой. Кажется, не открывал пилкой. Пробуем найти того человека. Может, стоит перезаписаться даже. А, вот этот вот. Да, давайте, друзья. Я тороплюсь. Извините, пожалуйста. Не надо так делать. Сейчас перестартану. Да, была пауза еще. Я забыл, что там лутал, не лутал. Там ценные вещи. Там, наверное, трава, еда вот за решеткой находятся. Которую, конечно же, нужно взять. Поэтому сейчас по плану делаем... Делаем все-таки... Три, получается, пилки. Ну, парочку сделаем, ладно. Верстак сначала апнем. Можно будет еще послушать радио. Так, на всякий случай. Торговец придет. Выкупим у него важные вещи. Схаваем консервы. После этого побежим, возьмем еду. Закинем... Закинем туда в удобрение. Да, красолобочку забыл. Нет, фростпанк пока не планируется. От создателей тех же самых, да? Фростпанк. Обогрев там. Вроде хорошая та же игра. Добываем, закидываем. Сейчас торговец уже придет. Время приходит. Но я, пожалуй, попробую... Нет, он уже здесь. Раз. О, на этот раз у него кофе нет. И еды у него на этот раз нет. Блин. Не повезло. Реально не повезло. Не повезло, друзья. Хотя в прошлый раз у него, кажется, еды не было. Но, кажется, у него в прошлый раз были овощи. Это меня устраивало вполне. Говорю, здесь еще не-не-не-не-не-нет. Делаю пару ножовок. Хаваю консервы и вваливаю отсюда. Ну, в смысле, ложусь спать. Беру с собой одну пилку к бомжам. Сфп, ГБ и ФЕ спрашивают по поводу PUBG. С ума сошли. Еда была в школу. То ты не просто так пошел. Туда надо три еды. Кажется, там еда в этом. За пилкой. Ну, в смысле, за этим. Да, еда была. Точно. И вот сейчас думай, идти туда прямо сейчас или нет. Идти или нет. Пистолеты я еще не сделал. Делаем пистолетик. Еду взял из мышеловки. Поставил новую. Все в порядке. Может, тогда приготовить еду. Просто, чтобы не украли у меня, по крайней мере, овощи. Ну, пусть пара порций просто будет. Наверное, да. Но для этого мне нужно усовершенствовать... Не, не получится. Ладно, отдыхаем. Я не уверен, что там будет еда у бомжей. Поэтому, действительно, туда нет смысла идти сейчас. Устало сняли, голод сняли. Идем в... В разрушенную многоэтажку с двумя пилками, да? Можно еще топорик взять и нарубить там всего. Но мне пока не нужны ни топка, ни остальное. Поехали. Кусок автобуса нет. Ну, то есть, да, но... Нет. Забираемся в второй этаж. У нас буквально две комнатки. Исследовать. Тратим первую ножовку. Ну, еще есть куча там лута у выхода. Правда, большая часть лута там бруски. Самое ценное будет, безусловно, здесь. Собираем. Вот, консервы, вода, сахар, пули. Другое дело. И медикаменты, дорогущие. Здесь кто-то валяется. Трупчет. Еще один на ножовочку. Освободили слот. Еда, третья. Блин, и бруски опять эти не помещаются. Сахар хорошо. Вода хорошо. Наверное, вот так. Не зря сходил. Ой, не зря сходил. Сюда, наверное, никак, да? Мяу. 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 Тут были, кажется, только бруски и пара электродеталей, если мне память не изменяет. А, листики еще. Самокрутка качественная. Патроны, да, и бруски только. Ну, запомнили. Хорошо потолтали. Возвращаемся. Три еды есть. Сейчас можно к бомжам. Сделать одну ножовку надо еще обязательно сейчас. И в школу идти. Главное, чтобы сейчас не обокрали. Чтоб три еды осталось. Двенадцатый день. Где дождь, вообще непонятно. Только бомж мне может навести. Бесса, что ты скучаешь? Все, нас не обокрали. Три еды есть. Шикарно. Температура 8 градусов. В первую очередь подкидываю, потому что можно заболеть. Так много еды за одну подсказку, говорит. То есть он просто что-то знает и все. Закидываю, отапливаю, отапливаю. Опять же усталость. Делаю одну ножовку. Наверное, консерву еще одну бахнуть. Хотя, не, наверное, не стоит. Сейчас надо уже экономить. Температура повыше. Сейчас радио послушаем. Что по верментаюду. Могли завтра, но, к сожалению, завтра занято время. Благодаря сброшенной гуманитарной помощи, кофе снова появится в погорении. И хотя он остается дорогим товаром, цены на него снизились и больше не ограничат с вымогательством. Контратаки повстанцев. Классика и погода. Резко упадет. Мы уже почувствовали на себе это падение температуры. Итак. Нам, в принципе, туда больше ничего брать не нужно, да? Запчастей не хватает. Продолжается ловля. А что по фильтрам? И по воде. Может, самогонный аппарат бахнуть? Самогонный аппарат я не могу пока бахнуть. Мне нужно грейдить основной верстак. А на него там нужно 25 гид деталей. А, не, могу. Может, пора уже. Последний компонент ты отдашь. А, смогу, ну я и сейчас могу сделать. Давай сделаем. А чего? Вода есть, сахар начал уже появляться. Не поставить здесь никак. Поехали. Сахара реально много. Там уже 14 единиц сахара. Под следующего торговца, глядишь, сможем уже пару бутылок спирта сделать. Здесь, конечно, он будет работать. Думаю, брать мне последнюю тушенку или не брать? Я думаю, можно бахнуть. Просто боюсь, что опять набег какой-нибудь будет и все. Хотя по радио вроде все спокойно, да? Сейчас заряжу. Там вроде все ингредиенты есть. Три. Три спиртика можно сделать. Класс. Это уже серьезная валюта. У меня опять же медицина есть. Блин, если бы дочь не оставил, то... Сейчас бы мы нормально ее вылечили. Давайте я все-таки тушенку съем. Боюсь, что меня подрежет. Все, отдыхаем. Спирт три часа, но пофиг. Торговец сегодня не придет. Мы просто устало снимаем. Депрессия продолжается. Депрессия продолжается. Итак, разбомбленная школа. Мне туда взять только пилку. Я думаю, что даже не буду брать... А, и три еды. Не забыл. Все хорошо. Может, последнюю тушенку с собой взять просто? Минус один слот, но не страшно. Да, уже все. Все, идем искать этого упыря. Сразу выторговываем. Это он? Я ищу свою дочь. Ты не видел? Нет, извини, поспрашивай. Кто-то внизу был, конечно. Мне кажется, вот этот вот старикашка. А, снова ты. Принес еду? Я меняю информацию на еду. Лучше консервы, но сырая еда тоже сгодится. Видишь, какой я щедрый? Давай. Вот твоя еда, жадный ты ублюдок. Теперь выкладывай. Он сразу жрет ее, а? Полегче. Рассказывать-то особо нечего. Я видела светловолосую девочку лет десяти. Один парень примерно твоего роста нанес ее к больнице. К больнице. Надеюсь, ты не ошибся. Тебе же хуже будет. Можешь зря драть глоткой, угрожать мне. Можешь поискать свою дочь. Сучок. Все сожрал сразу же. Ну ладно, пилим. Не запоролся все-таки квест, потому что я там жив. Лутаем. Где порция овощей? Можно замочить его? Да, мне он не нравится, в принципе. Ну, в принципе, не нравится. Может, еда еще осталась? Может, он не все сожрал, сволочь? Нет. Все сожжал. Все в порядке. На выходе еще были вещи. Ну, по крайней мере, он умер сытым. Съешь его теперь. Да, да, да. О, ну, тут, по крайней мере, не с пустыми руками я ухожу. Натырили брусков. Это последнее, что в этом месте осталось. Три единицы еды. У меня столько овощей, но еды нет. Надеюсь, там крыс поймаем. День тринадцатый. Возвращаемся домой. Так, в больницу нам надо, да? Сейчас голод будет мне. След ведет к больнице. Не знаю, соврал ли тот старик или нет, но это единственная зацепка, что у меня есть. Похоже, у меня нет выбора. Надо пойти в больницу и поискать Амелию там. Надеюсь, она в порядке. Нет, мы не дотаскали, короче, еду. Спирт можно собрать. Уже голод. А можно просто овощи, типа, съесть, да? Но они очень ценные, конечно. Я, наверное, немного подожду. В топку добавим сейчас. Так, фильтры есть у меня? Водичка как там? Два фильтра есть, но, кажется, у меня вода есть. Да, с водой проблем нет. Что можно сделать? Мне не хватает материалов. В принципе, не хватает. Я там полностью потратил. Пара ножей, один на продаже. Пистолет, патроны есть, если что. Да и жилет есть такой, коцанный, но есть. Можно подождать, на самом деле, полежать, но не заканчивать ход. Вдруг тут сработает. Ну, или придет, например, торговец. Короче, я просто полежу пока что. Отдохну. Жалко, нельзя отдыхать до конца. Ну, то есть, не завершить день, а до усталости. Да, денек, я думаю, продержимся. Потому что, ну, еду не хочется отдавать, так. Надо плитку прогрейдить. Будет. Для этого нужны компоненты. Торговец вроде не идет. Спирт есть, опять же, три порции. Температура приемлемая. Две морковки, одна полноценная еда. Нельзя ее так переводить. Потому что одна морковка и одна еда, это уже две порции полноценные. То есть, Х2 просто. Спим пока. Все еще холодно. На 14 градусов нормально уже. Не заболеем. Радио, послушай, я не хочу вставать, пока не прошла усталость. Это где-то часов пять. До восьми часов мы будем где-то... Хотя странно, один ставим, а тут так, показано. Температура реально падает. Ну, что, топорик есть, рожек тоже есть. Продержимся. Фомби фоллаут пошел. А, все, усталость прошла. Хорошо, слушаем радио. Температура резко упадет. Кофе. И контратаким. Закидываем еще в топочку. Олеграм, я не буду это обузить. Я думаю, стоит ли... Стоит ли, стоит ли ждать? Не, наверное, не стоит. Завершаем день. Итак, есть аэропорт. Да, нам как раз туда. Здесь мы вытащили почти все, все. Почти все, все. А, нам больницу нужно. Один бракдяга из школы отправил меня сюда. Видимо, кто-то доставил Амелию в эту больницу. Говорят, ее недавно бомбили. Требуется осторожность. В аэропорте вообще халява. Немного еды. Тут тоже еда есть. Давайте по квесту. Городская больница. Требуется осторожность. Я возьму ломик в любом случае. Наверное, возьму лопату, учитывая то, что первый это пробег. И, наверное, возьму... Блин, да хочется, конечно, все взять. То есть и броньку надеть. Не, давайте, просто с ножем справлюсь. Зачем пистолет делал, если пошел с ножем? Хоспитал. Мне нужно подышать свежим воздухом. Это уже первый NPC. Привет, не создавай проблем. Давай поговорим. Я ищу пропавшую дочку. Говорят, ее сюда доставили. Я ничего не знаю. Но ты поспрашивай еще кого-нибудь из местных. Может, кто что и знает. Окей. Ой, можно украсть здесь. Много чего можно украсть. Тушенка, еда. Нифига себе, это все просто валяется здесь. А если не будут видеть, как я краду, это же не зачитается, правильно? Надеюсь. Это отрывок из рапорта о разрушениях после одного из обстрелов. Общая хирургия. 32 пациента. Трое убитых. 12 раненых. Неврология. 13 пациентов. 0 бита, 2 раненых. Детское отделение. 34 пациента. 32 убита. 2 раненых. Понятно, куда попался снаряд. На детское отделение. Да. Воруем. Мораль упадет. Очень страшно. Так, тут пилка нужна еще одна. Давайте. Стоп. Пока не забыл. Это у нас больница, да? Б. Буква Б. Опять не пишет ни хрена. Потому что на коврике, на матерчатом, ручка проваливается. Ну, ручка. Ну, чего ты? Ну, я же тебе... Ты же писала вчера. Ах ты тварь. Так, значит... Извините. Запоминаем. Запоминаем, что нужна пилка одна, по крайней мере. Б. Госпиталь. Да, больница, госпиталь. Надо все уже скидывать в нужд. Отойди оттуда. Извини, 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 извини. Ты ничего не видел. Отошел, отошел. Все нормально. Поговорим? Я ищу свою дочь. Ее похитили. Может, вы видели ее? По-моему, я видел ее пару дней назад с вами, а потом нет. Я здесь впервые. Это, должно быть, был ее похититель. О, боже, бедняжка. Надеюсь, вы ее найдете. Вы знаете, куда он ее забрал? Нет, мне очень жаль. Действительно, хотел бы помочь. Мужик, ты не хочешь отойти, а? Ну, реально тут. Интересно, какая погода сегодня. Я бы вышел, посмотрел бы. Вы пациент, конечно. Интересно, выходит или нет. Ладно. Здесь не забраться. У тебя есть ножик действует? Не-не-не-не-нет. Я сюда, во-первых, еще буду возвращаться. Мне нужно пройти еще на второй этаж. Я скину, пока есть время. В первой куче все. Я за тобой слежу. Я тоже за тобой присматриваю, пес. Следит он за мной. Так, скидываем все. Хорошо, есть еда. Ломик оставляем. Ножик оставляем. Поднимаемся наверх. И ломик, причем, нужно тоже взять. С этим поговорим. Не видели мы десятилетнюю? Нет, к сожалению, ваши утраты. Я верю, что она живая, спасаю. Я бы на вашем месте особо не надеялся. Вокруг полно солдат. Смотри, они пытали меня, изуродовали. Чертовы ублюдки. Надеюсь, они сгниют в земле раньше, чем все закончится. О, ломик. Там операционные. Не зря ломик взял. О, стырить можно сразу же. Пусто. О, не подкрадывайся ко мне, приятель. А что ты? А, у нее можно подлечиться? Простите, мне нужно спросить. Зайдите позже, пожалуйста. После бомбежки медицинская медсестра. Мне нужен пациент. Можно подлечиться у нее. Более тяжело. Ой, надо запомнить. Хорошее место. Если медицину там стырят, можно сюда прийти и попросить о помощи. Собираем ерунду всякую. Обкрадываем госпиталь. Потому что надо. Там какой-то сигнал еще справа. Здравствуйте. Что здесь? Толстовка на этой женщине. На кровати толстовка. Очень похоже на ту, что носила Амелия. Уверен, что это она и есть. Толстовка досталась ей от матери. Как она попала к этой женщине? Нужно выяснить. Слышь, мне к тебе пару вопросов. Простите, но это толстовка моей дочери. Откуда она у вас? Медсестра дала. Спросите ее, если мне не верите. По ночам здесь так холодно, особенно после бомбежки. Пожалуйста, не забирайте у меня ее. Я так слаба. Малейшая инфекция может меня убить. Беру толстовку дочери. Есть чего-то чужие вещи берет. Надеюсь, главный герой не будет депрессовать после всего этого. Бинты шикарным. Поговорим? Времени маловато. Я ищу дочь. Маленькая светловолосая. Не встречали дочку? Тебе нужна, чтобы уйти гуманитарным коридором. Простите, она очень больна. Мне нужно найти ее. Ага, как же. Ты не первый повстанец, который прикидывается невинным папочкой, чтобы лизнуть из города. Могу поклясться. У тебя руки в крае. Не вздумай ничего выкинуть. Я за тобой наблюдаю. От пёса. Честная собственность. Он реально может выкинуть что-нибудь нехорошее. Ладно, я сюда вернусь потом. Мне нужно быстро возвращаться. Потом надо будет снова сюда сходить. С медсестрой поговорить. Но я не успеваю уже. Что-то осталось меньше. Ну, около получаса осталось. Итак, что мне нужно? В первую очередь я возьму компоненты, потому что их не хватает сильно. В стак набираю. Еду беру. Тушенку беру. Медикаменты, потому что мега дорогие. Кофе, потому что кофеман. Собственно, все, на самом деле. И вернуть сюда с ножовкой и сломом. Но без этих. Отлично. Виск успел сделать. Стоп. Стоп кадр. А, механизм уже в стак. Накидываем. Возвращаемся. Да, у нас скоро будет опять творческий стрим. Через пару недель. Скорее всего, до этого будет еще нормальный стрим и среб. Подключим там нормально звуковую. Хорошо, что никто не вломился. Самое время сейчас сделать... Что там за био? Я забрал толстовку Амелию одной пациентки. Бедная моя девочка неизвестно где. Дрожит от холода. Мысли об этом разрывают мне сердце. Как можно быть настолько бессердечным, чтобы добрать толстовку у больной девочки? Больной и бедный. Так, я попробую прогрейдить. Не получится мне прогрейдить эту. Поэтому я снова питаюсь консервой. Проверяю, что там по... Мясо мы не обнаружили. К сожалению. Очень холодно. Может топочку это сам улучшить. Не получается все равно. Закидываю туда еще парочку. Слушаем радио. Торговца надо по-любому попытаться дождаться. Осталась лишь одна неделя до начала запланированной миротворческой операции. Вся грозная вещь ждет затаив дыхание. У меня неделя осталась тут на поиск дочкой, что ли? Некоторые из наших случаев сообщают о случаях насилия страны военных в отношении гражданских. Классическая музыка. И температура продолжает падать. Так, депрессия. Так, а может простое тогда блюдо сделаем пока что? А, не, я могу двойное делать. Алло. Делаем двойное сразу же. Ну, чтобы не пропало, если что-то своровали. Я думаю наведаться еще раз в госпиталь. Во-первых, поговорить с медсестрой. Во-вторых, взять пилку, ломик и долутать оставшись. Нужно проверить больницу, кто-то отнес. Да, 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 да. Это все понятно. Сахара у нас не хватает. Дожидаюсь. Собственно, придет, не придет. Это тупырь. Проверю перед сном еще. А, идет. Идет торговец. Хорошо. Мне нужен сахар. У меня есть спиртик. Я могу загнать спиртик. Медикаментов довольно много. Можем хорошо наторговать. Очень хорошо можно наторговать. Что у него есть? Возьму, наверное, еще еду. Возьму немножко спиртик и немножко воды. Фильтры пригодятся. Патроны пригодятся. Расходники пригодятся. Скидываем мы ему пару бутылок спиртом. Ножик один-то я продал еще, потому что одного мне вполне хватит. Отмычка в перспективе может пригодиться. А, не помещается просто, да? Не помещается. Тушенка слишком дорогая? Не, недорого. А, сейчас дорого. Хорошо, тушенка поместилась. Так, давай материал. Я не думаю, что стоит еще торговаться, потому что медицина не нужна. Он не курит. В общем-то, забей. Сейчас поставим еще спиртиком. Должно хватить на порцию как раз. Фильтр есть, фильтр как раз тоже купил. У меня есть опыт выживания из прошлой, из прохождения кампании, поэтому... Можно еще пару блюд сделать. А, не, не могу. Похорошему надо было дождаться сначала этого, а потом уже четыре блюда сразу бахать. Делаем спирт. Все еще в депрессии. Мясо не готово. Все есть. Все есть. Напилку не хватает, что ли? Хватает. Я что-то забыл пилку. Напилку, конечно, хватает. Чего-то может не хватать на пилку. Компоненты базовые есть. Оружие есть. Пожалуйста. Делаем пилочку. И ложимся спать. Депрессия, видимо, не пройдет до конца вообще. Просто смириться. Завершили. Так, возвращаемся в больницу. Там сильно не до лота на 30%. Обязательно берем с собой пилку и ломик. Может быть, даже имеет смысл толстовку взять. Я понимаю, что она займет слот, но вдруг по квесту нужно. Не, я мог ее оставить, а то и женщина. Думаю, что она не обязательно. Поехали. Сначала пойдем поговорим с этой подругой. Вдруг все-таки нужна куртка по квесту. Да, про куртку. Женщина со второго этажа сказала, что вы дали ей толстовку. На самом деле, это толстовка моей дочери. Вы не знаете, где она? О, у нас тут были дети. Может, доктор Ефимов знает? На прошлой ночи его забрали солдаты. Вы знаете, куда они его забрали? Охранник у входа может знать. А толстовка, она валялась на полу на втором этаже. Пожалуйста, не забирайте ее. У нас совсем не хватает одеяла и теплой одежды. Извини, подруга. Еще поговорим? Зайдите позже. Окей. Кофе нельзя никак варить? Не, кофе вроде как никак не варится. Это просто как... Хотя нет, кофе, наверное, можно выращивать. Дичь какая-то. Вот, тратим ножовочку. Вообще, наверх не ходил. Не знаю, можно туда пройти или нет. Скорее всего, я не унесу все отсюда, но заберу, по крайней мере, самые ценные. Самые ценные, как правило, собственно, и находятся за закрытыми дверями. У входа еще много выкинуто. О, сломанный дробовик. Мне кажется, запчастей для оружия не хватит, чтобы дробовичок сделать. А патроны уже есть. Ну, патроны и те подходят. Они вообще же универсальны, насколько я помню, да? Тут можно стырить еще. Тебе мелочевку оставил. Броски надо наверх. Тут тоже мелочи были. А, вот тут я хотел что-то потырить. Он как раз не выходил. Да, это нужно. Да там ерунда, я лучше... Наверх. Сбегаем. Проверим. Мужик на столе сидел вроде бы говорить. Нам не нужно с охранником у входа поговорить. С тем я уже разговаривал. Кажется, сюда-то я проходил, да? Да, и тут как раз женщина была. А вот на крыше я не ходил. На третий этаж я не ходил. Тоже можно поворовать. Еще свою дочь. Дочку ищешь? Да, это тот самый... Не, я здесь тоже был. А дальше не пройти, да? И наверх тоже не пройти. Или можно? Не, нельзя. Давайте посмотрим, что здесь. Не стоит оно, конечно, того. Здесь тоже ничего ценного. Ладно, возьму. Ничего плохого не будет. Не трогай наши вещи. Медсестра, которая лечит. Так я с Минстрой уже поговорил, Данпел. Что такое слопок? Я пришел сюда. Потом она отправила к охраннику. Вот охранник, пожалуйста. Говорят, вы можете знать, куда вели доктора. Кто вам это сказал? Откуда вы знаете доктора? Я ищу свою дочь. А он может знать, где она. Я должен поговорить с ним. Вряд ли он сможет говорить, даже если его отпустили. В чем я сильно сомневаюсь. Но, признаюсь, ты парень отчаянный. Так что неподалеку изображен магазин игрушек. Людей туда отводят на допросы. Но я бы на твое место туда не пошел. Это верно самоубийство. Самоубийство это по мне, конечно. Добираем все, что здесь осталось у нас. Бруски, не бруски. Вот так. Уходим. А чипку дали. Compassion. Становится очень холодно. Становится очень холодно. Шесть градусов дома. Еду все еще не стырили. Ну, в смысле, не поймали мы. Когда я пришел в больницу, Амелию уже куда-то перевели. Мне нужно поговорить с доктором, пока солдаты его не убили. Иначе я никогда ее не найду. А могу ли я сейчас принарядиться? Сделать как-нибудь себе армор какой-нибудь? Нет. На армор нужно более... А на дробаш нужно больше этих запчастей. Кушаем. Снежок можно достать. Спирт можно взять. Сахара нет. Блин. Зима крепко держит наши своих ледяных объятий. Множество людей умерло от обморожения в последние дни. Единственным плюсом является снижение преступности, поскольку даже бандиты прячутся по домам. Неделя до запланированной. Я так и заболеть могу. Без улучшенной топки. Но я не могу ее прогрейдить, к сожалению. Снег. Снег-то можно топить. У меня нет проблем с водой. Пока что. Но снежок накопать-то надо. Копаем. Внутри нормально, 11 градусов. Ну то есть это хреново, конечно, но терпимо. Можно вторую топку поставить. Вроде стоит сопоставимо. С апгрейдом. Ну, посмотри, сколько стоит. Мне кажется, не хватит у меня ресурсов на вторую топку. Да. Отдыхаем, в общем. До 8 градусов упал. Итак, есть магазин игрушек, с одной стороны, но я не ходил в аэропорт. Под контролем военных. Не думаю, что Амилет там, но может быть получится добыть оружие. Какого-нибудь солдата. Это как раз экшончик у нас. Берем ножик. Пистолет, патроны. Бронежилет. Битый. Мне кажется, нужно брать и лопату тогда. Если это аэропорт, то может быть... Новая локация просто. Дэш, поставился. Посмотрим, как получится. Мне бы дробовик сделать. То есть, мне либо стырить пулемет, или дробовик, либо... Короче, смотрим. Здесь могут быть солдаты. Можно прятаться. Опа! Нет! Нет! Ну давай, режь его, режь! Второй солдат. Режь! Зарезал одного. Тихо! Нет, нет, нет! Хорош! Серьезно? Серьезно? Легкое ранение просто получил. А у них не было оружия ближнего боя. Они могли только стрелять. Или руками махать. А, у этого винтовка была. Хрена себе. А можно я винтовочку кьюкнуть? Так вот. Спасибо. Все, винтиками там под... Вообще... Там уже выход. А, ну это выход в ту часть. Там дальше пройти можно. Класс. Да, это был очень аркадный поступок, конечно. Ах! Ломик нужен. Тушенка, медицина. Итак, забег прекрасный. Я уже готов. Пулемет получили. Пулемет, понимаете? Это пулемет. Не зря на священнике тренировался. Да, да, да. Отработанные удары были. Так, скидываем здесь пока частично вещи. Может сходить сразу же. Не, надо разведка сделать. Надо понять. Сломанный броник, не алло. Пистолеты на продажу еще. Классно. Надо попытаться апгрейднуть, сделать каску. И апгрейднуть этот бронежилет. Точнее, сделать бронежилет. Бинты у меня, если что, есть. Собираем. Это стелс, да, да. Посмотрим. Аэропорт достаточно большой. А, я сюда не могу пройти. Тем лучше, на самом деле. Мне здесь больше особо ничего и не нужно. Сейчас соберу самые цены. Возможно, я даже сюда не вернусь. Как придем, сразу же нужно бинтик. Сразу же бинтик. Сейчас внимательно. Что мне нужно? Точно броник. Блин. Полезным. Полезным. Точно. Ставят и дорогие. Торговец придет, мы у него изи. Тушенка дорогая. Грузики вроде не нужны мне пока еще. Так что ли? Нет, хорошо сходил. Трех патронов не хватает. Но я не хочу три патрона на это менять. Все, бежим. Я думаю, тут больше половины я собирал. Самые ценные, естественно, вынес. И главное, этих убил. Блин, это классно. Хорошо, что взял и оружие ближнего боя. Пистолет. Шестнадцатый день. Сразу затопим. Нет, сразу бинтуюсь. Пока не забыл. На нас напали. Унесли еду, овощи, бруски и растопку. Семь градусов здесь. Давай сначала поешь. Нужно идти в магазин игрушек. Я понял, да? Поел. Бинтуемся. Спирт надо собрать. Еду проверить в ловушке. Есть там две еды. Отлично. Легко ранее наложен бинт. А-а-а. У меня нет этого. С чего топить. Стрелився. Растопку делаем из брусков. Естественным. Естественным. Бессмысленно все. Я сыт, на самом деле. Овощей нет. Надо все равно в ловушку. Обязательно еду надо сейчас будет. И поспать как можно больше. Блин, еще же надо проверить, сможем ли мы грейдануть верстачок. Или грейдануть лучше. Давайте попробуем грейдануть топку. Потому что мне кажется, что я болезнь славлю, если не... А мне, чтобы загрейдить, нужно либо терморегулятор сделать, да? Либо вторую такую... Броник не сделать. Апгрейд не сделать. Надо основное улучшать. Либо ставить еще одну... Эту печку. Загрейдить топку. Да я не могу ее загрейдить. Нам нужен терморегулятор. Терморегулятор делать, кажется, в тедважной этой штуке. Ладно, поеду пока за едой. Только вторую печь ставить. Да, я понял. Давайте вторую печь поставим. Не, не будем ставить вторую печь. Сделаем верстак улучшенную. Терморегулятор вроде в т3 базовом верстаке. Точно не в т3. Он в т2. Вместе со всякими миксерами и прочим. За электродетали легко делается. Сейчас мы его сможем сделать. Но мне не хватит на агрейд. Так что я должен еще буду чуть-чуть... А, нет, в т3. В т3. Прав. Точно не в т3. Да. Собираем еду. Да, ведь собираешь, но это же бесполезно. Депрессует. Закидываем еще сырую еду. Я сейчас из-за отсутствия компонентов не могу. Единственное, что я могу сделать, это... Закинуть еще в топку и поспать, типа. И лучше даже не спать, да... Военные по радио сообщили об уничтожении банды нелегальных перевозчиков, которые увозили людей на катере. Единственный способ выбраться отсюда... Параллельно идут события. И зима. А на т3 сколько нужно? До хрена. Ну, на самом деле, 17 всего деталей, не так уж и много. Так, в топку подкинь. Да я только что подкидывал, там единичка только осталась. Мне просто надо бы и в топку подкинуть, и полежать просто. И подкинуть в топку еще до сна своего. То есть надо полежать несколько часов просто, чтобы ранение быстрее уходило. Двери окна заколотим. Может быть, кстати. В русский как раз там бесхозный. Привет, Скотикс. Так, здесь надо колотить. Да, не будем отдыхать, видимо. А, нет, подожди, я должен отдыхать. Я же должен отдыхать, у меня усталость и болезнь. Должен завершать день сейчас. Я же на добычу пойду дальше. Легко ранен. Итак, возвращаться в аэропорт я не буду. Большую часть взял. Больница много не взял, но там мелочевка. Давайте сразу магазин игрушек. Но тут нет опасности. До войны Амелия любила ходить в этот магазин игрушек. Теперь солдаты превратили его в базу для допроса с пристрастием. Видимо, они держат несчастного врача там. Только он может знать, где Амелия. Перед тем, как туда пойти, нужно как следует подготовиться. Но опасности-то нет. Это очень странно. Но говорят подготовиться, поэтому глупо идти не без автомата с патронами тайны. Беру ножик еще. Я бы взял еще на самом деле ломик. Потому что возможно надо будет что-то открывать. Можно даже лопату взять. Да, прежде чем использовать, необходимо починить. Ну, поехали. Здесь солдаты держат доктора. Брусочки, повезло. Столько разрушений после бомбежки. Мы когда-нибудь сможем восстановить этот город? Ценные вещи подбираем. Наверху еще есть. Я пока не встретил ни одного солдата. Надо быть осторожным. Ой, запчасти. Как нельзя, кстати. Хорошо. Так, нет, давай лучше скинем. Там кто-то есть. Кто-то идет. Ой. Уже недолго осталось. Я спущусь в подвал и закончу дело. Давай. Не волнуйся, повеселись. Там сейчас хотя бы один уйдет. Начинаем. Изи. Латаем. А, второй там. С ножом был. Ну, басси. У него автомат был. Набираю патронов. Его держат, очевидно, в подвале. Еще автомат. Это столько денег. Бобра остался. Да, у этого только ножик был. У бедологи. На стопке документов записка из штаба. Повстанцы попытаются бежать из города через гуманитарный коридор. Они будут попытаться пройти как гражданские, под видом родителей с детьми. Не дайте себя обмануть. Разберитесь с ними соответствующим образом. Так, я сразу в подвал. Ну, а сюда, очевидно, надо будет... Так, ломик как раз у меня есть. И он, человек внизу. Слышно уже его. Медикаменты. Очень хочу, чтобы торговец пришел. Мне масса всего на продажу. Опа, говорим. Нет, пожалуйста, не бей меня. Успокойтесь. Вы в безопасности. Моя дочь Амелия. Ее доставили в вашу больницу. Где она сейчас? Спасибо. Я уж думал, мне конец. Я... Я ничего не помню. Они так долго меня тут держали. Где она? Ее отправили в гуманитарный коридор? Возможно, я... Я отправлял туда большинство своих пациентов. Где он? Говорите. Старая церковь. Идите в старую церковь. Я знаю эту церковь. Там мертвый священник. Так, отмычка может пригодится? А, это, видимо, чтобы ломом не открывать. Я понял. В любом случае, мне нужно сначала, наверное, идти снова скинуть шмот влево. Потом уже наверх идти. Потому что там явно много всего. И завал еще. О! А! Очень жду торговца. Я за пару пулеметов там просто... Три пулемета. Ножики опять же. Ладно, оставлю. Вдруг там еще будет военный. Я там гуфнусь. Ну, вряд ли, конечно. Забираемся наверх. Открываем, лутаем. Собираем ерунду. Забираемся еще выше. Чувствую, решетка будет. Ой, камешки. Ну, там какое-то... Квестовая какая-то штука. Разгрести завал я не смогу за это время, скорее всего. Попробую, время есть. Или успею. Ну, и разгрести, и вернуться нужно. Треть по времени. Ой, четверть прошла. Вроде успеваем. Или нет. Мне кажется, тут будет вообще инфа о тайнике каком-нибудь. Блин, половина. Блин, не успеваем. Что ж такое? Беги назад. Беги. Окей. Поехали. Что здесь у нас? Красивая кукла. Жалко, что сломанная. Амелии бы точно понравилось. А, отсюда можно наверх забраться. Ладно, в любом случае, берем... Возвращаемся назад. И долутываем. Ценно, ценно, ценно. Ценно, 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 ценно. Очень пригодится. И надо набрать запчастей, но вместо механизмов, наверное, они мне очень нужны. Наверное, сюда нужно еще наведать. Бежим к выходу. За 10 минут до окончания успели. Далее, ачивка, который доктор. 17 день. Да, материалы на грейд, но материалов, кажется, не хватит. Надо либо на доктора рассчитывать. 8 градусов. Еды нет. Мне удалось спасти доктора от этих убийц. Он посоветовал поговорить в церкви с отцом Дамиром. Он знает, где Амелия. Да. Разжигаем. Лучше сделать еду. У нас есть консервы, чтобы меньше украли. Ага, разжига нет. Из брусков делаем парочку. Бахаем сразу как можно больше еды. Надо вообще еще два разжига сделать. Четыре точнее. 17 надо было вроде, а тут 16. Посмотрим. Сейчас я еды наготовлю, чтобы ее не украли. Да, печка не тащит. Да, делаем три порции еды. И жрем тушенку. Потому что если украдут, со стола не крадут еду. А вот тушенку точно могут. Блин, неужели без торговца, а? У меня и медикаментов дофига, и спирт есть. И три автомата, блин. Ну, два автомата лишних. Жалко, конечно. Он мне бы вообще сейчас пригодился. Хороший барон, да? Нет, торговца не пришел на сегодня. Посмотрим. Давай спирт возьмем на всякий случай. Похоже, главный герой так плохо готовит, что его ворам еда не нужна. Они периодически брали мои овощи. Так что что-то они там подъедали. Так, ну сколько нам? Да, не хватает пять деталей. Увы. Пять деталей не хватает. Еще брусков заготовлю. Можно взять с собой, кстати, топорик в следующий раз. Если я вернусь, я скорее всего вернусь в то место. Потому что много всего не дособирал. И порубить как раз, чтобы... Да, давайте так сделаем. Лопата мне там больше не нужна. Вторую печку бахнет, заболеешь. Не хватает мне вроде на второй печке. Хватает. Ладно, делаем вторую печку уже. Да не, я не заболею. Я не боюсь морозов. Все нормально. Подкидываем дровишек. Или все-таки сделать. Реально холодно. Да, давай сделаем. Слишком холодно. Динамика отрицательная. Да где ее разместить-то? В подвале. Все. Размещено. Зачем второй грейд же? Не хватает мне на грейд. Точно топор надо с собой взять. Фэкло, привет. Дырки больше заплатил. А дырки влияют вроде только на разбойников, а не на сквозняки. Хотя по логике должно и на то влиять. Но по описанию это... Закидываю в топку, короче, еще. Ну точно нужен топорик. 8 градусов. Сильно теплее не стало, если честно. Жесть. Дырки только для разбоя. Вот архангела поправили. Лучше бы вот это вот классическое. Лучше бы. О, 13 градусов. Все нормально. Да, пойду туда с топориком. Нарублю мебель. Потому что сейчас нужно реально за... Бороться за... Давайте я еще парочку втоплю. И немножко, пару часов попробую поспать все-таки. Должно хватить. 5-5. Спим. Усталость не прошло. Так, можно в церковь, но я сначала в магазин игрушек. Хотя... Не, давай сюда сначала. Топор не забудь взять. Только мы... Поехали. Побежали сразу в дом. Порубим там все к чертям собачьим, что можно порубить. Что я не вижу здесь, что можно было что-то порубить. А я не туда пришел, да? Нет, туда. Не, не туда. Блин, а как так? Ну ладно, здесь в любом случае мы сможем достать. Нет, или... Или сюда. Вот сюда вот же можно было. Да, сюда, сюда, сюда. Вот, отсюда можно было запрыгнуть. Ой, порубить и полутать великолепно. О, запчасти для оружия. Сразу рубим. Самое главное даже не бруске. Именно вот... Топливо нам нужно. Хотя, если помещаются бруски, берем и бруски. Высококачественный спирт. Топор с курагов. Да, затупился на женовой. Но он как бы... Уже отбился. Анонимное письмо. Мне рассказали, что солдаты не собираются никого выпускать из города. Гуманитарный коридор. Ловушка. Они всех перестреляют и свалят вину на повстанцев. Предупреди всех, кого сможешь. И по радио как раз попередавали эту тему. Какая правда... Зачем им это делать? Чтобы свалить вину на повстанцев? Давайте посмотрим, что здесь можно еще вытащить ценного. Там, кажется... Не, есть. Запчасти для оружия, во-первых. Во-вторых, вот эти вот материалы зайдут лучше, чем бруски. Стак и водички, пожалуй. Все, на это мы уже забиваем. Хорошо. Взяли благодаря топору больше 10 топлива. Нам больше, чем на день этого хватит. И возвращаемся домой. Надеюсь на торговца, потому что у меня, повторюсь, есть пара лишних ножей, пара пистолетов лишних, пара автоматов. Я выкуплю за это оружие. У него вообще все, что только можно. 18-й день. Сейчас пойдем в церковь. Отмычка? Зачем отмычка? Есть у меня отмычки. Так, 14 градусов. Сильно устал. Надо как можно быстрее подтопить и отдохнуть. Но я все равно треть дня подожду, потому что может прийти торговец. Мне, конечно, это очень нужно. Что мне еще нужно? Верстачок прогрейдить. Эту я не буду делать. Топорик новый, как вариант, сделать. На верстак очень сильно не хватает материалов. Сильно устал. Ну, полежи пока. Подождем по этому. Не, мышь, ловка не пустая. Там крутится, я показываю ей. Ждем торговца. Его давно не было. Я надеюсь, что он придет. Температура 13 градусов. 5-4. У нас тут топка идет. Затопи. Да нет, хватает пока. Ляг, отдыхать, жди торговца. А тут не промотать. Ну, я так и сделал, в общем-то. Ну, он обычно приходит на третий. Где-то в 10 часов. Как и любые другие NPC. Да, идет. Все. Вот это очень хорошо. Все, скупаем у него. У меня есть валюта. Нужно все. Капец, у нее ни черта нет. Беру кофе. Сахар, вода, оружие. Патроны. Ну, блин, это лажа, конечно. У него расходников нет. Грязь. Ну, нечего мне покупать у него. Медицина мне не нужна, слишком дорогая. Еда у меня и так есть. Может, конечно, эту купить. Автоматы, пистолет. У меня еще автоматы есть. Консервы можно. Да можно, я уже взял. Но я рассчитывал на материал наследие. Вообще, без всего пришел. Так, раз-два затопили. Наверху раз-два. Топим, топим. Сильная усталость. Надо сейчас лечь. Затопить и лечь. Сейчас температура повыше станет. Две печки работают полностью. 17-18 градусов. Нормально. И на 13 упало в конце. Итак, идем в старую церковь. Небольшая старая церковь на крайней погорении. По-видимому, пункт сбора тех, кто хочет пройти через гуманитарный коридор. Была ли Амелия эвакуирована или она все еще там? Я должен это выяснить. Немного материалов. Возьму ломик на всякий случай. Брать ли оружие? Опасности вроде нет. Поехали. Усталость полностью, кстати, прошла. Ой, тут трупов в вагон. Гражданские убиты выставлены в затылок. Это явно была казнь. Ё-моё, а я без пушки. Еще тела. Кто-то окружил этих людей хладнокровно и убил. Кто там за... Просто люди. Френдли вроде. Простите, святой отец, я ищу свою дочь, Амелию. Прошу, только не говорите, что она погибла в этой бойне. Нет, она не погибла. Мы поможем тебе, с тобой все будет хорошо. Слава тебе, Господи, она здесь? Да, вы можете пройти к ней. С ней мои прихожане. Это место. Я здесь был. О, нет. Что? Она тает на глазах. Что? Прошу, не умирай. Блин, это все что? Это я сознание потерял, и мне все это мерещало, что ли? Я придумаю, как тебя спасти. Воспоминания возвращаются. Ё-моё. О, боже, мне кажется, мне кажется, я вспомнил. Здесь должны были лекарства. Да ладно, это он аптеку сам обкрадывал. Черт, не работает. Ё-моё. И понес. Доктор, наша последняя надежда. Сейчас он должен встретить же брата своего здесь. Твою мать. Я не смогу помочь тебе в одиночку. Там могила. Доктор. А-а-а. Пожалуйста, вы должны помочь. Мне жаль. Это слишком поздно. Это слишком поздно. Какого хрена меня доктор не узнал тогда? Это слишком поздно. Амелия. Этого не может быть. Я обещал, я так старался спасти тебя. А он меня узнал, да? Доктор сказал, что были в больнице. Амелия. Амелия. Оплата за ниточку, которая может привезти к доктору. А как бомж меня не узнал? Адам убил беззащитного человека. Ничего страшного. Найдена толстовка Амелии. А женщина была толстовка Амелия. Я забрал ее, не обращая внимания на просьбу женщины делать этого. Амелии она не нужнее. Амелия на тот момент уже была мертва. Адам убил несколько солдат. Легко. Адам убил несколько солдат. Изи просто. Спасенный доктор. Мне удалось спасти доктора от этих убийц. Он рассказал мне, где находится гуманитарный коридор. Сказал, что Амелия должна быть среди беженцев. Почему он меня не узнал? Резня. Мужчины, женщины и дети, которые собирались в церкви, в надежде не эвакуации были хладнокровно убиты. Я вспомнил. Печальные воспоминания о второй и роковой ночь обрушились на меня. На самом деле, Амелия никто не похищал. Я пытался спасти ее, но не смог. Не в силах принять это, я жил в отрицании до этого момента. Диссоциативная амнезия – это один из видов психологических расстройств, характеризующихся внезапной ретроградной потерей памяти, которая может вызвать сильный стресс или эмоциональная травма, например, смерть близкого человека на глазах. Страдающий диссоциативной амнезией забывает о болезненных событиях, как будто они никогда не происходили, и живет в состоянии отрицания. Страдающий диссоциативной амнезии Так, можем... Есть... Была идея перепройти, типа, с нубасами, но я сомневаюсь, что стоит это делать. Еще попытка. Тут новые персонажи, новые заблокированные. Выжил. Бруно был. Стоп, а тут можно одного выбирать? Что? Го пенсионер, мне говорят. Сейчас, дождите. Сейчас посмотрим, что за персонажей я выбрал. Ой! Да, реально, четыре человека. Тут трое новых из четырех. Война осуществует уже много месяцев. Света любит детей. Света. О боже, как неудобно. Я знаю, что я неважный подспорь и в это ужасное время. У меня хорошие административные логические навыки, которые, учитывая обстоятельства, будут совершенно бесполезны. Говорит, что я хорошая нянька. Я очень люблю детей. С другой стороны, может быть, это хорошо, что им не приходится страдать здесь вместе с нами. Что еще? У меня есть водительские права. Извините, что это была глупая попытка пошутить. Так, Антон. Трезвенник. Ёпресс, это кого мне надавали? Трезвенник. Я слишком часто натыкался на невероятных жлобов и откровенных преступников, но я чувствую, что вы другие. А для ученого с багажом знаний... Хороший математик он. И что? И подходящими мыслительными навыками была бы крайне приятна. К тому же... Да к черту, я не могу больше притворяться. Я просто старый пердун, который не знает ничего. Я так благодарен за вашу компанию. Слишком долго было в одиночестве. Слишком долго. Блин, ну хоть с девушкой-то нам повезло. Злата, больна. Ёпрессет. Мастер воодушевления. Она такая... Оооо, ребята, нормально все будет, пенсионеры, прорвемся. 65, доживем. Я только поступила в музыкальную академию, когда началась война. У меня было так много планов. У меня были мечты. Я играла на гитаре, встречалась с мальчиками, танцевала. Мой братишка Тадей постоянно смешил меня. Все это теперь кажется сном, который превратился в кошмар, в котором мы живем. Но я все равно надеюсь, что когда-нибудь мы сможем забыть об этой войне и продолжать жить так, словно ее никогда и не было. Блин, злата музыка. У меня реально только один добычек, остальные все вообще. Злата играет лучше Кати. На гитаре играет, до пенсии доживем. Блин. Ну что, попробуем? Пенсионеры! В бой! В бой! Собираемся. Она заперта. Иди копай, Вась. Взять все. Взять все. Взять все. Какой у нас дом шикарный, вы видели? Здоровенный дом, огромный дом, прекрасный дом. Там еще новые группы персонажей были. Но мне рекомендовали именно за пенсионеров поиграть, потому что это вообще жесть. Двое абсолютно не умеющих ничего людей делать. Так, копаем. А на улицу можно здесь что-нибудь ставить? В закрытом, блин. Хреново, а ты сможешь эту открыть? Сможешь, хорошо. Эту не сможешь, да? Вот эту копаем. На верстаке, может, ты сделаешь. Взять все. Так, что мы можем сделать? В первую очередь я бы бахнул, конечно, верстачок. Верстачок, ломчик. Размещаем. Лопату можно было бы даже... Ну, лом в первую очередь, конечно. Эту дверь можно будет открыть. Да, дом новый, дом новый. Делаем ломик. После этого надо сразу же открыть эту дверь. Ломиком. А, не могу. Ломика-то пока нет. Математика-бонус по ловушкам. Тут есть ловушки. Ой, как много всего. Окей. Иди сюда. Бабулю на лавку у входа посадить. Наркоманов засекать издалека. Наверное, надо поставить... Кровать им. Я полагаю. Размещаемся. Открываем с ломиком раз. Отмычку не хочется тратить. Лучше ломиком тут. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Лопату бы еще сделать все равно. Лопата мне все равно пригодится. Давай, открыл. Открывай. Лопата, пошлем. Блин, когда там лом освободится. Вот, освободился. Когда там лопата будет сделана. Любит детей. Ну, ты вообще молодец. Сюда беги. Нет, ты не сюда, ты сюда. Ты ломиком открывай. Так, взяли снарягу. Ты открывай так. Копай. Скорее, Петрович, копай. Тут копать, там копать, везде копать. Отходи сюда. Копай. Копай. Надо бы печку, наверное, бахнуть. Нет, печку пока не нужно. Что бы еще сделать? Фильтры для воды пока нет. Надо, ресурсы надо быть. А, у математика ловушка на крыс работает лучше. Нифига себе. Псих. Одной кровати мало. Да понятно, что мало. На четверых. Открываем, копаем. Пахаем действительно еще одну кроватку. Да куда ты полежать в кровати? А, она больна. Я понял, был неправ. Был неправ. Иди полежи. Ты открывай. Ты наверх копай. Еда. Скоро голод придет. Кайф. Может, третья кровать бахнет. Радио полезная, конечно, штука. Коллектор дождевой. Что у нас по воде? Воды уже мало. Коллектор дождевой надо делать уже. Медицину вроде нашел. С какого перепугу я нашел? Это бинты, это не медицина. Опять эксперты, советчики. Или третью кровать поставить. Нет, не третью. Ладно, давай коллектор дождевой. Согласен. Будем на кухне готовить. Лежим. Плитку надо. Да, плитку надо еще. Зачем я делаю воду, если у меня плитки нет? Молодец какой. На плитку уже не хватает. Если бы я здесь не возьму. Да, не знаю, зачем я третью кровать задал. Была ошибка. Ну. Есть лекарство. Так, надо взять эту подругу, которая лежит, отдыхает. Больна приходит в себя. Может, мне не стоит тогда тратиться пока что. Я все-таки возьму. Если она будет спать, то норм. Я думаю, что ничего страшного не будет. Так, Павла у нас пойдет добывать. Он хороший бегун. Пенсионерам тут, конечно, тяжело. Тяжело. Завершаем. Церковь. Тихий дом. Жилой массив, который остался практически не тронут. Тихий район, застроенный небольшими домами с крыльщиками и садами. В большинстве живут люди, пытающиеся не навести. Нам здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. Разграбленная бензоколонка. Когда люди бежали из города, это место разграбили одним из первых. Было объявлено прекращение огня, чтобы вывезти мирных жителей из района. Но оно было нарушено. Многие люди погибли, хотя по сей день ни одна из сторон не взяла на себя ответственность. Несмотря на тяжелые обстрелы всего района, заправка деятельно неплохо сохранилась. Разграблена, но все равно стоит обыскать. Материалы и оружие. Так, значит... Блин, пенсионеры вообще по восемь тащат. Ты спишь, ты охраняешь, ты добываешь. Беру с собой ломик и, наверное, лопату. Поехали. Попробуй топором на вторую ночь порубить людей с оружием. Златовый душевит. Мне нужна тогда гитарка, получается. Прикольно. Я уже чувствую, как Пабло каждую ночь будет нарушать закон. Ой, хорошо лопату взял, сразу угадал. Жирное место. Если в истории про дочку торговскую садь поищи лекарства, то он придет вечером за весело-то купить его и дать дочке, то моборка, то может быть другая концовка. Так я аж купил все, что он продавал. Но я думаю, что вряд ли может быть другая концовка там. Так, копаем. Это прям много времени я сэкономил. Нужна гитара. Реально я могу там воровать, могу убивать. Если у меня дома будет ждать порция алкоголя и симпатичная деваха, сыграющая на гитаре, это будет очень хорошо поднимать мораль. А пенсионеры-то что, они там? О, сахар сразу же. Что у нас здесь? Не тупи, прошу. Под столом лежит записка. Она не спрятана, но ее можно легко не заметить. Судя по почерку, писала женщина в спешке. Милош, прости меня, очень... Мне очень жаль, я не могу больше ждать. Мы помним это место, да. Драгоценности в книгах. Тут нужна пила, чтобы добраться до... До них. О, медицина. А к девахе два пенсионера, да, мораль не читает. Нормально все. Пенсионеры безобидные. Е-мое, брусков-то сколько. К чему это все? Бедолага попал под обстрел. Что он здесь делал? Господи, как много всего. И ничего не взять. Сюда, видимо, нужно пару раз будет сбегать. Материалов слишком много. Вниз еще спуститься можно. Давай посмотрим, что внизу. Да, нужно пилком. Нам нужны запчасти для оружия. Для этого нужно грандануть верстак. Под верстак черт его знает, что там нужно. Наверное, я оставлю. Вообще, самое ценное все равно нужно взять, потому что вдруг придет торговец, и я такой... А мне торговать нечем. Я бы за медицину там сразу, конечно, убил бы за медицину сразу бы. Это ты читал за дамы. Да-да-да, я помню. И еще много всего. У меня добытчиков нормальных нет. С той стороны только можно открыть. Время есть. Сейчас сверху проверим последнюю кучу. Спустимся сюда. Соберем здесь, соберем здесь. Не поместится все. Откроем дверь. И вроде как успеем. Не помещается уже почти. Ничего не помещается. Тут тоже много всего было брусков. Вот сейчас бы сегодня человек с семнашку. Медленно заходит и все. Весь дом выносит. Просто весь дом. Скидываем опять же все вещи здесь. Нет, добывать нельзя двумя людьми по льпускам. Так, выкидываем пока опять же все. Я, наверное, даже оставлю и лом, и лопату здесь. Чтобы... А нет, какой смысл? Мне все равно их выносить нужно будет. По-хорошему нужно сюда вернуться. Опять же лом... Нет, лом здесь нужен. Лом я точно здесь оставлю. Вернуться сюда. Может быть, даже две ходки сделать. Потому что нужна и ножовка, и нужно вынести... Еды дофига! Сколько еды! О боже, вы это видели? Просто! Шесть порций еды! Шесть! Капец! Вот это подгон! Крыша, я был на крыше? Болькском. Ну хорош, там ты уже мимо так столько раз советуешь. А ты не играл в игру? Можно, конечно, было не все выкидывать. С отмычкой верни, чтобы слот не занимать. Да, хорошая идея. Это хорошая идея. Собираем все. Не спорь, нам отсюда виднее. Извините, извините, пожалуйста, извините. Все, выходим. В первую очередь надо собрать медицину, еду и материалы. Пока не советую нести еду домой, пока лучше для верстака и топориком. Но еду типа стырить могут. Вот, выкидываем все. Я возьму медикаменты все равно. Вот, вот, вот что нужно мне. Прям вот в большом количестве. Еду возьму. Стак. Воду и, наверное, сахар еще. Обязательно сюда вернуться. Еще разок точно. Лопату возьму с собой. Вернусь уже без. С отмычкой. Окей, ладно, поехали. Лом оставлю. Не, я решил, что лом мне пригодится. Я вернусь сюда с отмычкой. Пенсионеры. Сейчас надо бахнуть плиту. Сделать еды. Смотрите, я принес лекарство. Надеюсь, тут не было нападения на нас. Все. Все ровненько. Радио еще будет сделать. Итак, что у нас? Устал ложись спать. Голодна. Иди делай плиту. Да что ж ты делаешь? Я говорю, иди ложись. Делаем плиту. 10, 26. Брусков очень мало. Плиту делаем рядом с водой. Что-то еще. В верстаке можно попробовать сделать. Топорик доступен? Не, не доступен. Апгрейд верстака дорого. Очень дорого. Бруски мега нужны. Голдин устал. Голодна слегка больна. Радио может сделать. Да, пора, наверное, сделать радио. Радио сделаю где-нибудь перед выходом. Он не привязан ни к чему. Перед входом. Бахнем еды. Вода у нас есть. Драгоценности есть. Торговца жду, но не факт, конечно, что он придет. Слегка больна, сама придет к себе. Добрый вечер. Диоксид пишет. Быстрее ищи пистолет. Создавай свой преступный синдикат пенсионера. Да. А мне розжига нет. Жгу пока три книги. А мне нужно по два на еду. Ё-моё. Жуть. Да, нужно рашить топорик. Потому что я без повара. А если еще холодать начнет, я ж тут умру просто. Что по погоде. Теплая мягкая погода. Новости какие. По поручению начальника оборудования мы предрождаем не притискать линию фронта. Невзирая на отчаянной контратаке, блокада продолжается. Окей. Устал голоден. Устал голоден, устал голоден. Голодна, устала, голодна. Ну, делаем двойную порцию, раз у нас овощи есть. Это рационально. Раз, что пора дырки заделать. Да, надо сейчас посмотреть, что нужно на грейд верстакам. Записать. Я тоже успел свернуть все. А у меня же все равно не работает ручка. Что нужно? Двадцать одна деталь и десять брусков. Я не принесу. Я не принесу так. Нужно две ходки минимум делать. Либо на торговца нужно надеяться. Фильтр может бахнуть в водички. Конечно. Для уменьшения стоимости еды по топливу нужно на плиты, а не повар. Ммм, понял. Значит, Антон будет спать. И все, завершаем день. Пофиг. Значит, ты спишь в кровати. Ты спишь в кровати. Ты идешь добывать. У супермаркет есть. Не, на самом деле лучше на бензоколонку. Давайте берем одну отмычку. Поехали. Два основная деталь. Десять брусков, это один слотов. Хватает, да. Ты прав, Роберт Кейв. Я сначала протащу... Перетащу то, что... Вот здесь вот, посмотрю. Я освобожу слот как раз. А, ножовка же нужна. Действительно. Я же ножовку не могу сделать. Охрану не оставил. Очень плохо. Так, значит, двадцать одна деталь и десять брусков. Восемь. Шестнадцать. Двадцать. А, двадцать одна как раз ровно. Двадцать одна деталь. И десять брусков. Десять брусков ровно. Отмычка, правда, тут лесом. Я, наверное, возьму вместо отмычки... Отмычку оставлю. Возьму овощи еще, чтобы всем покушать нормально. Все отлично, полутана. Бабка плохой сторож. Да. Ну, вроде предупреждения не было об ограблениях, поэтому... Сейчас надо рашить действительно топоры. Чтобы не тратить материалы на растопку и на... В общем... Че, пансионеры живые? На нас напали. Три еды, пять воды. Класс. У меня не ножа, я все равно бы не отбился никаким макаром. Так, иди, уставший. Слушай, голоден, плохо спала, голодна. По поводу чего? Здесь ужасно тихо, вам не кажется? Конечно, нет. Тут слышны стрельба и обстрелы. Я просто имею в виду, это все мои рабочие привычки. Видите ли, я учитель начальной школы. Да, да, да. В школе слишком тихо, действительно. Так, голодна. Голоден устал, голоден устал. Голодна слегка больна. Ну, не сильный голод, кстати, ничего страшного. Сейчас попробуем сделать тап верстакул. Шестеренки еще. Да, еще нам нужны шестеренки. Иди покушай. Нет, ты лежи. Ты спи. Ты лежи. А там были вообще шестеренки? Или нет? Такой вопрос. Все, фигня. Давай по новой. Не-не-не-не, нормально. Он уже выигрывал. Да, что тогда ошибки допускать? Какие-то ошибки лоурайта допустил сейчас. Мне не нужно было сейчас приносить те же самые материалы и доски. Все равно мне не поместили шестеренки. Были шестеренки. Блин, черт. Ну да, немножко, немножко накосячил. Чуть-чуть. Голодна, плохо спала. Ты стреляй, игра-игра. Сейчас будет еще одна ходка, к сожалению. Туда же. Добываешь. Теперь в кровати. Охраняйся в кровати. Поехали. Вместо отмечки бы взял. Да, вместо отмечки бы взял. Вы правы. С третьей попытки я принесу необходимое количество вещей. Да, есть шестеренки. Ну тут и две еды, и... И... Компоненты оружия нужны, могло не хватить. Сахар нужен, конечно же. Бруски я бы тоже немножко взял. Этих четыре штуки в стак. Медведя можно продать, если будет торговец. Отмычку здесь лучше оставить. А, брусочки. Брусочки и... Два листа. Поехали. А в левом конце карты нет отмычек снаружи дома. Зачем отмычка? Как она мне поможет? Зачем мне сейчас отмычка? Короче, делаем топор. Все рубим к чертовой бабушке. Добываем бруски. Это можно было сделать, соответственно, день раньше. Но я накосячил. Никто не напал. Это хорошо. Очень голоден, соответственно, едим. Делаем топор. Очень голоден. Достать еду сейчас, но цель мы должны держаться. Поел? Отдыхай. Улучшаем слесарный верстак. Отдыхай. Очень голодная идея кушать готовь. Голодна, слегка больна, приходит в себя. Здесь не хватает розжига. Тратит бруски 10 штук я не хочу. Я лучше дождусь топора и пойду рубить все к чертовой. Сейчас, кстати, должен прийти торговец. Четвертый, пятый день, где-то он приходит обычно. Хватит ли мне запчастей для оружия, чтобы топорик сварганить? Вот большой вопрос. Не хватает. Тогда либо торговец, либо до свидания. Очень жду торговца. Давай, родной. Не идет. Идет. Я ждал. С 9 до 10. Добрый день. Добрый день. Две запчасти. Есть. Три запчасти на оружии. Скиллуха, ребят. Просто скиллуха. Так, скидываем. Так. Закидываем. Так. Медведя нужно продать тоже. Своего. Драгоценность продаем. Нет, слишком много ты накинул. Подожди. Сахар есть. Ой, сейчас пойдет империя, бобрам. Алка империя наша замечательная. Это раз. Дальше. Два. Они договорились, что ли? Эй, а что такой? Ладно, договорились. Так. Бинты подбивают мне, конечно, продать. Наши-то сейчас. Ладно, давайте начнем с медведя. И с этого. Что мне нужно? Рожек сейчас получу. Это не нужно. Еда есть. Давай этих наберем. Брусков. За медведя сколько брусков? Мало. Что еще нам не особо не нужно? Остальное все пригодится. Ну, бинтики, я думаю, надо продать. Рождество. Потому что я торговец. Он сейчас мне может дать буст как раз. Закупить оставшиеся материалы бруски. Подожди, а мы можем сейчас... Давай-ка сделаем топорик. Не, еды четыре штуки. Я думаю, что хватит. Бахаем топор. Ха-ха. Понеслась. Не, ну какое? Тихо. Слышишь? Микросхемы с багри и ран для них. Они не очень дорогие, на самом деле. То есть они такие... Мелочок совсем. Ладно, я, наверное, оставлю бинты. Хотя бинты-то не нужны. Сейчас бинтам не место. Но вместо бинтов что взять? Куричков у нас нет. Расходные сейчас будут. Ну, либо еду, типа. Но... А, вот. Три еды можно за бинты взять. Я думаю, что это честный размен. Может, четвертый тогда? Там чуть-чуть осталось. Нет, не чуть-чуть. Три еды. Ну, х2 просто от того, что сейчас есть. Так, сейчас надо оооочень активно все сделать. Голоден, устал. Очень голоден, устал. Окей. Топорик пойдем рубить. Света будет рубить у нас. Начнет сверху. Все, пошла рубить светом. Здесь готовим еду. Топорик хорош. Сейчас же столько брусков мы еще надыбаем. Взять все. Параллельно так. Это разовая акция, конечно же. Делаем пару порций здесь. Ищем, что еще нужно порубить. Здесь ничего. Спускаемся. Отображается сразу все, что можно порубить. Еще 4 места. Так, голодна, слегка больна. Не переживай. Голоден, не переживай. Что я хотел? Можно что-то еще построить. Голодна, слегка больна. Механизмов не хватает. Можно пилку, кстати, сделать. И долутать то место. Ножовочку. Пожалуй, сделала ножовочку, пока не забыл. Ну, беги сюда. Очень голодна эта подруга. Так, а что, если-то все будет хорошо? Не переживай. Иди послушай радио. Собираю пока. Очень голоден. Погорение испытывает острую нехватку жизненно важных продуктов. Если так пойдет и дальше, люди превращаются в добычников, ручащих по городу. Скоро будут атаки. Мягкая теплая погода. Хорошо. Собираем. Рубим. Очень голоден. Блин, а что-то пенсионеры какие-то очень голодные. Они едят. И ничего не делают. Ну, хотя никак ничего не делают. Делают. Стараются. Молодцы. Что с историями? Узнали мы одну историю до конца. Так. Вернуться в... Как там называлась эта штука? Заправка, что ли? Расходников сколько надо было. Очень голодна. Просто голоден. Павло тоже голоден. Все, топорик многократно окупился. В брусках у нас потребности вообще уже никакой нет. Нам нужны механизмы, в первую очередь, для дальнейших грейдов. Возможно, стоит прогрейдить этот верстачок. Тоже механизмы нужны. Математик должен дешевле предмета изготавливать. Продвинутый верстак с одной стороны. Но деталей нет. Нет, говорят, что что-то ты путаешь. Он хорошо типа ловушки ставит на животных. Голоден. Очень голоден. Давайте пенсионеркой поедим. Пока тепло. Эксперты говорят про дыры. Но я же не могу сейчас дыры заделать. У меня верстак не прогрейжен. Здесь не заделать дыры никак. Нужно верстак капать. А на верстак нужны механизмы. Эксперты опять читают. Чушь какую-то говорят опять. Перекусили. Но все еще голод есть. Капец воды нужно. Надо, наверное, заряжать уже фильтр. Нам нужна еда. Пенсионеры. Начинаем собирать дождевую воду. С одной кровати на другую перекладываю. По другу. Я, наверное, все равно сейчас с топором пойду. Хотя у меня, в принципе, в данный момент потребности нет. 20 розжига. И 48. Не, 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 бревна пока не нужны. Миш, ты любил в детстве свою первую училку или математичку? Конечно. Нет, это не из товарищей. Так, слегка больна. Спим. Добытчик. Охрана. Спим. Есть новые локации, но можно сбегать на разграбленную. Но там нет этих... Там нет... Как они называются? Запчасти мне нужны. Мне нужно в тихий дом. Осторожность, опасность. Жилой массив, который остался практически не трон. Тихий район, застроен небольшими домиками. Если не готовы, воровать. Запчасти. А ножик у меня есть вообще? У меня есть топор. Магазин. Зона боевых действий. Контролирует военные. Ха-ха-ха-ха. А я могу по столу с топором военных замочить? Представляете, к следующему торговцу у меня уже будут эти... Автоматы. Нужны запчасть. Тихий дом. Ты же пилку специально делал. Да делал, конечно. Но там нет запчастей. Я, соответственно, грейд пропущу. Мне нужна запчасть. По столу соможно с кулаков. Ладно, давайте, друзья. Я пойду в аркаду дикую. На военных с топором. Кхм-кхм-кхм. Ничего себе тут сразу тушеночка. Павел Снычкин должен ваншотать. А, типа нужно спрятаться в нычку. Ой. Там уже стоят люди. Е-мое. Что ищешь? Про что-нибудь поесть. Бэкстеп. О, бэкстеп. Бэкстеп. Добей. Добей. Чуть-чуть ранения получил. Ничего, ничего. Воруем, воруем, воруем. Добываем. Сейчас, глядишь, пушка. У него калаш, кажется. Жалко, бинты продал. Легко ранен. Но оно пройдет. Легко, легкое ранение. Да, у него автоматы 20 патронов. Добрый день. Да, нормально. Если уметь, тут можно сразу туда идти. Локерок, скилуха. Я все скидываю. Даже топор скидываю. Оставляю себе только автомат и патроны. И иду дальше. Ну, тут еще он, скорее всего, есть. Бэкстеп. Большую часть хп у него отняли именно на бэкстепе. Не может добраться туда. Смотрим. Дальше вроде свободным. А отсюда не забраться, понял. Лопата нужна будет. Что-то на стрельбу никто не прибежал. Может, здесь реально уже больше никого нет. Добром. Что-то написано. Выцвящая листовка с черепом и костями. На ней написано. Внимание! Не прикасайтесь к неразорвавшимся боеприпасам. Любое брошенное оружие, боеприпасы или оборудование могут быть заминированы. Не прикасайтесь к ним. Риск тяжелого ранения или смерти. Сообщайте о всех находках на ближайший блокпост. Не прикасаться. Угу. Хорошо. То я собрался тут только что бомбу какую-нибудь разминировать самостоятельно. Тиран напал. Обычно ранение. Обычно убивают без ранения. Не, все норм он сделал. Никак не шотнуть, если ни воровка, ни на Антон. Опять я чувствую, там эксперты на экспертах просто. Одни корректируют меня, тут же наваливаются другие эксперты, говорят, на-на, и все. И корректируют экспертов. Короче, я скидываю все. Потому что, очевидно, здесь уже никого сюда не пройти. А с крыши можно, наверное, пройти будет. Пробегаем. Надо еще посмотреть, что внизу. Что там понадобится. Лопата понадобится. Обязательно надо еще разок сходить. Очень много всего здесь. Еда там. Здесь можно было бы спрятаться. Пилюли, лекарства. А, подождите, у меня там... А, бинты! Есть бинты! Так, лопата нужна будет. С лопатой в следующий раз сюда. Ну, я сверху еще с крыши не все взял. Раз, два. А, и три еще. Уже полный яг. Ё-моё. Такое место, конечно, тут. Привет, хелси. О! Кто-то идет. Неужели наши, кстати? И... Извините. КОНЕЮ КОНЕЮ Продолжение следует... Торговец пришел? Какой торговец пришел? Можешь копать руками время, пока есть. Да мне все равно нужно приходить. Хотя, исходя из логики, что лишний слот не занимать потом. Может быть, вы и правы. А, это типа ко мне торговец пришел. Нет, это жена. Так, а что мне нужно? Мне нужны все-таки шестеренки. Шестеренки. Шестеренок, кажется, я даже не заметил здесь. Они, скорее всего, вот внизу. Ну, не было их. Здесь мне память не изменяет. Давай, проверь. Ну, проверь! Нету. Так, бруски лесом идут. Возьму сахар воду. Эти возьму. Сюда спрыгиваем. Здесь тоже подлутать можно. Еда. Да, похоже, похоже, надо немножко покопать руками. Часик, по крайней мере. Чтоб не носить сюда лопату. Вот здесь нас ждут запчасти. Но не в этот заход. Придем сразу, забинтуемся. Еда есть, приготовим. Водичку снимем. Может, самогонный аппарат бахнем. Если на него не нужны... А, нет, я не могу. Опять же, зачем запчасть? Там еще справа сарай. Действительно, побежали. Рюкзак, правда, у меня полный. Но даже если там 4 детальки, я в стаке унесу. Будет хорошо. Ну, было написано, что есть механизмы. Два механизма. Лучше, чем ничего, конечно. Но такое... Это все еще что ремонт? Нет, это уже... Новая компашка. Бруски просто выкидываю, они слишком много занимают. Возвращаться пробуем быстро. Осталось меньше 30 минут. Гоу не смогу, но плантанцы в подвале, как в картинге достало. Кстати, можно попробовать поворачивать. Так, что мне не нужно точно? Вот это пока не нужно. Бинты точно нужны. Это на торговце только пока особо не нужно. Вообще сахар... А, есть еще механизмы. Вот детальки берем. Вода не нужна, давай. Сахар не нужен. Побольше запчастей. И этот еще возьмем. На самом деле, вот это вот не нужно еще. Еда, 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 еда. Нет, еда не нужна тоже. Сейчас возьмем так. Бежим к выходам. Четенько просто. Пришел как царь. Пришел как царь бэкстебнул. Получил автомат. 20 патронов. Мне сейчас вообще на всех плевать. Пойду в церковь грабить людей. Окей. Вот. Да, пушку надо было забрать, конечно. Пушку забыл. Никто не напал. Так, Голодин спокойно устал. Все эти обстрелы, снайпер, нехватка провизия. От всего этого хочется спрятаться, лечь и зарыдать. Но мы не можем позволить им раздавить наш дух. Мы должны показать, что они не могут отнять наше достоинство. Здесь тяжело, но знаете, как мы поступали у нас на улице. Я рад, что спас ту девушку. Как солдаты могут такое творить? А, мы еще девушку спасли. Классно. Я думал, она в страхе убежала, потому что там все. Так, смотрим. Спокойно, голодна. О чем думаем? Не хочу думать, что было бы с ней, если мне кажется, Пабло рядом. Плюс мораль. Плюс мораль шикарно. Так, кто у нас там устал? Старика сразу кладем сюда. Здесь бинтик прошел. Что я хотел? Я хотел апнуть верстак. А этот верстак? Нет, вот этот я должен был апнуть. Основной свой, типа. Есть. Улучшенный верстак. Делай. Спокойно, голодна. Спокойно. Ты голодна. Голоден и стал. Голодна, спокойно. Я так рада, что Пабло смог спасти ту девушку. Наверное, надо было сначала порезать в церкви всех, потом спасать девушку. Чтоб плюс мораль была. Третья часть баннер саги 24-й выходит. Круто. Это хорошо. Не обещаю, но интересно. Кто-то пришел по квесту. Так, что можно сделать? Латаем дыры. Потому что скоро мародерываем. Помогите, пожалуйста, помоги. Голодна, спокойно. Светоку пойдет помогать. Светлана. Очень спасибо, что открыли дверь. Кто такая? Спасите людей из забрушившегося здания. Слава богу, что вы здесь. Снаряд попал в многоэтажку ниже по улице. И жильцов засыпал обломками. Пожалуйста, помогите мне их вытащить. Чем больше помощников, тем лучше. Мы устроим больницу для раненых в моем доме. У меня есть кровать и медикаменты. Вы поможете, конечно. Все, мне лишние рты вообще не нужны. Беги. Так, ну давай, работаем. Не могу поверить, что Паула дал отпор военным. Да, а ты что думал, дед? Хорошо, что мы помогли людям выбраться из развольного дома. Это была правильная поступка. Вообще плюс мораль. Мне нужно срочно людей грабить, чтобы компенсировать это все. Что, ну реально, это... Людям из разрушенного дома повезло, что мы их соседям и не бросили. Их многим так... Нужно соблюдать баланс. Баланс нужно соблюдать. Потому что хавчик приготовите. Дед. Блин, Пабло должен отдыхать. Пару порций делаем, чтобы не украли. Иди отдохни. Сначала режь, потом помогай. Вот это правильные креды. Подход такой. Голоден, устал. Ты будешь спать, ты будешь... Голодна спокойно. А вставай, чего ты. Пусть дед отдохнет. Дай пенсионеру полежать. Так, мне нужна ловушка для животных, да? Раз у нас пенсионер хорошо ловит, можно установить селок. Но для него этого нужно большое количество деталей. Пойду заколачивать еще... Всякие... Всякие темы. Чтобы уменьшить вероятность того, что нас ограбят. Может, пора завалить парочку бомжей. Я думаю, я сделаю еще одну ходку, Пабло. Возьму... Даже, наверное, не буду брать лопату, чтобы слот не занимать. Выдачу, соответственно, в эту ходку, в том числе автомат с 20 патронами. Вскрою, что там справа. Соберу. И после этого уже можно лезть в церковь. Если это та самая церковь, которая была в прошлой части, я легко просто там всех поставлю в правильное положение. И открою доступ к большому количеству провизий. К следующему торговцу у нас будет уже все хорошо. Спокойный. Это типа баф, что мы... Спокойный, да. То есть мы можем всякие непотребства делать, если мы спокойны. Класс. Еще одну дыру заделываем. Мы были просто обязаны пойти помочь своим соседям. Не сомневаюсь, что они сделают бы то же самое для нас. Конечно. В самое время сейчас в церковь пойдем. Так. Это уже третья дыра заделывается. Может сперва грабить. Но я не собираюсь... Да, я пограблю, конечно. Без жесть. А, да я имею в виду сейчас, пока баф есть. Может быть. Надо ломник только с собой взять. Потому что там двери так просто не открываются. Голоден, спокоен. Может фильтр пахнет. У нас что там по воде. Воды мало, да, нужен фильтр. Заделываем. Молодец. Делаем парочку фильтров. Может даже отмычку, а не ломик. Голод не будем утолять, пока он не сильный. Сейчас я посмотрю, может еще дырки можно заделать. Ну, вроде три это максимум, да? Хотя от дома, наверное, зависит. Видимо, и дырки я вроде заделал все. Да, дырки больше нет. Гитарку бы бахнуть. На гитарке, к сожалению... Сделаю два фильтра. Сделаю еще водички. Надо еще радио послушать. Может, сходите забрать пушку домой? Да, хорошая тема. Хорошая тема. Я боюсь, что баф в спокойствии снимется. Вообще, я послушаю радио. Если там все спокойно, типа без ограблений, то нормально. Это история или основной сюжет? Это уже следующее за основной сюжеткой, но вы с новыми персонажами. С улицы исчезли все животные. Мясо дорогое. После нехватка продуктов. Мы пока еще не должны нападать. Поехали. О, армейский блокпост есть. Это еще более жирное. Но, подождите, армейский блокпост я могу военных просто перестрелять, когда придет время. Сначала в церковь, мораль минус, а потом военных убивать. За пулеметы и за продажу. Да, церковь Святой Марии. Поехали. Что я туда? Я туда с ломиком должен идти. А, нет, подождите, я не ту подругу беру. Ты добываешь. Голодна спокойно, голоден спокоен. Охраняй. Тут новые локации, тут новые таланты у людей. Точнее, отсутствие этих талантов. Церковь все еще является местом сборища местных жителей. Да, торговать. Требуется осторожность. Армейский блокпост, кстати, в другом месте находится. Раньше он здесь вот был. А тут супермаркет вообще. Короче, грабим пенсионеров. А там пилка нужна была? Кажется, нужна была одна пилка, да. Вот это вот хорошо зайдет. О-о-о-ой. Если это та церковь, ну это та церковь, в которой, я думаю, там действительно будет столько лута, сколько я предполагаю. Это будет, конечно, прекрасно. Тут даже на старте все в порядке с лутом. Но мне нужны механизмы, насколько я понимаю. Внизу был человек с ножом. Еще справа был человек с винтовкой, я помню. Да, здесь товарищ торгующий. Добро пожаловать. Здравствуй, дед. Нас недавно ограбили, поэтому у нас мало что осталось. Да-да-да-да-да-да-да. Есть пароход запрещен, уходи. Это ты мне? Ножик! Ножик нет! Пожалуйста, не делай этого, я уже ранен. Блин, как плохо. Пломик работает. Капец, знал бы. Знал бы, конечно, не стал бы. Сейчас мне придется бинтами. У меня ранение. Так. Женщины и дети плачут. Ну да. Взять все. Менты нужны. Спокойно. Главное, он спокоен. Понимаете, у него все нормально по морали. А топор? Да я взял ломик, чтобы двери открывать. Думал, с ломиком справлюсь. Ну нет. Что делать PUBG с людьми? Нет, надо ломик достать. Кажется, там будет еще закрытый нож. Вот не надо, а вот это надо. И сюда бы ходочку сделать человеком с 17. Но таких у меня нет. Моя задача сейчас взять наиболее ценные вещи, в том числе бинты. Поворовать. Вот все просто поворовать. Вот огромное количество вещей. Вы помните по первой кампании. Понеслась бинты, медицина. Запчасти для оружия. Огромное количество книг. Да, это КГ, короче. И главное, что у всех будет настроение отличное. Все спокойны. Сейчас та еще вернется. Говорит, я помогла. Нам еще Лутецкого дали. Ходить с ножом и пляшевой мишкой. Класс. Вот просто можно начаться одним ножом без ранений. Там куча автоматов проведен. Может, хватит нам начаться. Да, думаю, что пора. Я зря два слота освобождаю. Так пилку я не юзнул. А надо было юзать ее. Сейчас юзаем пилку. Там вторая, но это не важно. Плачут женщины, дети. Это прекрасно. Хотя, кстати, можно было не тратить пилку. Здесь пусто. Здесь хавчик, насколько я помню. С овощами, с полным прям фаршем. О, здесь много сахара. Кайф. А здесь ничего ценного. Ну, самое... Больше всего, конечно, вот в этом месте. Хотя тут еще есть. Вон еще холодильник. Медицина ценная. Придется потом, наверное, деваху посылать. Пока этот лечится, бинтуется. Один-два дня я потрачу. Ой! Разбой. О, вот она. Вот он, хавчик. С овощами. И остался только вот здесь. Вот сейчас я все скину, что есть. Потом самое ценное утащу. Голоден, ранен, спокоен. ГРС. Все в порядке. Жаль, топором тут мясо нельзя добывать. Да, берешь топорик. И пошел. Скидываю. Ломик не нужен. Выбрасываю все. Брать буду по... Скорее всего, возьму самое дорогое для начала. Медикамент в первую очередь. Потому что, может быть, даже торговец придет. Хотя, кажется, он на следующий день должен прийти. И... Я вот не знаю, что еще. Нам взять. Рожек у нас есть. Книги нам в таком количестве не нужны. Возьму, пожалуй, вот так вот. Книги еще время. Места много занимает. Курь его взял просто потому, что дорогое. Местами будет. Я соберу книги. Просто, чтобы перетащить частично сюда. Ты бы в жизни так не поступил. Но если ситуация такая же, то поступил бы. Ну и то есть, если бы я четко знал, так же, как в игре, что это сравнительно безопасно и что я получу взамен, то я... Я бы, скорее всего, пошел на это. Да, это ужасная вещь. Но... Тут как бы либо ты умираешь, либо ты выживаешь. Самое ценное взял. Еда, овощи, медицина. Далее мы собираем с вами, наверное, вот так вот. Так. Хотя сахар-то мне сейчас не нужен. Надо просто запомнить, что он здесь есть. Бруски не нужны. Электродетали не нужны. Топка не нужна. Собираем материалы просто. Все. Уходим, поехали. Огромное количество сейчас притащил всего. Просто всего. Если сейчас придется торговец, я... Думаете, ГГ без крови построить? Нет, конечно. На ГГ все... Все у нас... Все по-людски. Надеюсь, тут никто не... Я добрался, помогите, едва встрою. На нас напали. Света вернулась после спасения заваленных людей. Никто не был ранен, грабителям не удалось ничего унести. Не были слишком настроены. Короче, нужно, наверное, сходить сейчас за этим. Сейчас уже набеги будут идти. Очень голодна. До сих пор не могу поверить, что Павло напал на кого-то и украл вещи. А по морали все нормально. Просто... А даже это спокойно все еще злато. Злато спокойно. Надо было священника мочить. Хотя из него ничего не падает. Так, голодна, устала. Ложись. Очень голоден, Хавей. Очень голодна, господи. Там три бинта нормальные. А ты о чем? Я знаю, либо мыли им бы они, но мне все равно плохо. Очень голоден. Надо сейчас еду делать. Тушенки нет. Надо прям делать-делать. Из овощей желательно две порции пахаем. Фильтры делаем. Ты очень голоден. Сейчас Хавчик возьмешь. Подождите. Верска грейдить не стоит. Подожди, подожди, подожди. Сейчас мы тебя под... Надо его дважды покормить. Может сделать микстурный стол? Не, лучше грядка для трав я хотел. Для краб. Печка еще может похолодание найдет. Деталей не хватает. Можно послать девочку в следующий раз. Чтобы она поторговала. Потому что ее-то не знают. И она может выменить просто детали. Нет, лучше взять автомат. Туда сбегать разок. Ей же. Так, ранен наложен бинт. Надо дважды поесть этим товарищам. Чтобы быстрее вернуться в строй. Это тоже голоден, блин. Даже не сытый. Понимаете? Ложись. Еще делаем еду. Еды при всем при этом маловато. Есть очень голодные товарищи. Бери. Воду делаем. Обязательно воды нет. Фильтры сейчас сделаем. Без еды мы умрем. Нужно бросить все силы на ее поиски. Разве мы не можем выжить, не причиняя вред другим людям? Такой ты противоречивый. Маразматик старый, блин. Разве мы не можем выжить? Ну а кто тебе хавчик-то приносит? Пес. Очень голодная, спокойно устала. Так, а что у нас? Да, нужно срочно автомат, короче. Оставлю здесь ножик, чтобы если что могли люди. Справиться и отбиться. Что еще можно сделать? А ты о чем думаешь? Как мы могли стать бандитами? Спак. А на спак спокойно. Все в порядке. Все в пределах морали. Брусков маловат. Давайте послушаем радио. Да, сейчас посложнее, конечно. И народу больше, и кормить, соответственно, нужно большее количество людей. Менее талантливые они. Меня интересует погода, главным образом. Теплое и мягкое. Хорошо. Так, бинтики еще для Павла есть. Хавчик приготовить не можем. Воды нет. Заряжаем. Наверное, нужно все-таки второй фильтр добавлять. Потому что мне реально вода нужна. Хотя я могу ее подсобирать. Могу ее купить. Нет, думаю, хватит. Если я не собираюсь гнать самогон, то водички на еду мне хватит. Что-то с по вещам. Автомат заберем. Ножик там же, кажется. У меня ножа нет. Я оставляю людей так просто здесь. Воду поставить. Поставили, да. Давай, ты устал, а ты ложись. Света любит детей. Света, Света. Завершаем день. Так. Армейский блокпост, да? Нет. Где я был? Стоп. Я был в супермаркете, кажется, на военных, да? Зона боевых действий. Мне же сюда, правильно? Кажется, да. Автомат в супермаркете, да. Значит, спим, спим. Ты спи в кровати, ты охраняй. А в супермаркет нужно что-то брать? Там вроде я руками не раскопал, но она может без лопаты справиться, раскопать. Тогда в один, в один присест схожу. Сейчас бы забыть, что было 15 минут назад. Да, бытер у меня. Ко-вы, концентрация теряется, если... Чем дольше играешь. Так, топорик, еды много. Ой, как много. Автомат сразу беру. Ну, мне так спокойнее просто будет. Я вот не знаю этот... Мы тебя спасли, да, подруга? Поговорим. Вы слышали о том солдате, что пытался сделать? Расштабенные девочки сейчас в безопасности. Отлично. А, или... Нет, я не все тут вытащил. Да, тут как раз нужно руками покопать. Да, время есть. Помогла бы хоть. Она живет по соседству и иногда помогает мне с продуктами. На блокпосте отжать еще пару автоматов можно и не бояться грабителей. Да, да. А можно потерять там человека. Ну, я бы сходил, да. Я бы сходил на блокпост. Хотя, можно ходки делать и в церковь. Там дофига всего. И на обмен на следующий у меня все равно есть те же самые медикаменты. Вот, не забудь взять. Да, 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 еда нужна. Там, кажется, еще дальше завалы есть одни. Все, не разгрести. А, еще ломик нужен. Безобразие. О, отлично. То, что нужно. И еда, и три материала. И тут закрыто. Блин. А вот ломика-то у меня нет. Ладно, тут все равно еще одна ходка должна быть, поэтому... Давайте возьмем, что есть. Тут много всего выполнить. Тушенка, медикаменты. Воды много. Далее для оружия. Еда. В стаке. Давайте папироски выкинем нафиг. Топор бы взял. Так, чтобы потом не возвращаться сюда. Плюс это оружие для защиты, как-никак. А мародеры нападают. Что еще? Спирт хорошо на обмен зайдет. Брусок выкинули, мишку взяли. Да, пожалуй, так. И в следующий раз прийти сюда с ломиком. Запомнили. Ломика у тебя не было, походу, в цирке оставлял. Да, я ломик, скорее всего, там и оставил. Ну или с отмычками перейти. С парочкой. Седьмой день. Хочу торговаться, конечно. Надо грейдить все как можно быстрее. Смотрите на все эти вещи. Вот каждую ночь бы так. Оружи-то не было, нападение мог не отбить. Нет, нет, не было нападения. Так, голодна спокойно устала. Голодна устала. Ты ложись. Наш товарищ приходит в себя, легко ранен. В принципе, на него бинтик можно не тратить. Мы с вами делаем хавчик потихонечку. Заряжаем еще воду. Да, блин. Ты устала же. Я не мог этого выбрать. Да устала же, иди спи. Голоден легко ранен. Надеемся на торговца, естественно. Голод только сильный. Мы гасим. Я так рад быть здесь. Прошу прощения за свою исповедь, но эта война тяжким бременем отпечаталась на моей душе. Люди, которые мне были очень дороги, велели мне остаться в живых любой ценой. А поскольку я обязанным жизнью, я не могу ей разбрасываться. Окей. Может реально сейчас на блокпост пойти? От следующего торговца. Нет, четыре. Тут на продажу есть все. Голоден. Давайте послушаем. Бруски лучше вообще не таскать. Бруски лучше у торговца выкупать. Сохраняется добрая погода, хорошая, теплая. Все животные. Мясо дорогое будет. Жизненно важный продукт. Так, что еще? Что еще? Что еще? Надо посмотреть, что я могу сделать в... Может быть стоит сделать вторую... Вторую очистку воды? Не, я наверное на капкан на животных буду копить. Нужно три механизма и дед очень хорошо его ставит. Говорят. Гитару бы бахнуть. Самогонный аппарат, конечно, можно сделать. Но я тогда потрачу им эти механизмы ценные. Третью кровать можно сделать. Но бруски опять же нужны. Как-то не хочется. А здесь... А здесь только оружие. А ножик разве у меня нет? Автомат. И топорик. Ножики тоже, видимо, там оставил. Ну ждем торговца. Придет, не придет. Это, я думаю... Так, ты тоже устала, да? Голод не приходит в себя. Ильина, а что же делать-то? Куда сейчас идти? С одной стороны, реально можно взять автомат и пойти полутонуть военных. У меня если получится. Нож в церкви. В супермаркете, где ломик нужен, может быть, рандомный или броня. Или шлем, или несколько шлемов, или дробовек, или гитара. Обычно все не целые. Тогда я туда вернусь сейчас. Тогда я вернусь в супермаркет сейчас. Но для этого мне нужно сделать... Но я не хочу тратить на отмычки. Лучше потратить, наверное, на ломик, на десятку. Блин, как дорого, а? Или сходить, сделать ходку в церковь. Взять оттуда в том числе ломик. Там еще много всего ценного можно принести. Надо понять, что еще принести. Воду оттуда можно вытащить, хорошо. Да, давайте сейчас в церковь пойдем. Сейчас кто-нибудь из наших встанет. Из уставших вот это вот я положу. Человека заодно новую воду поставлю. Торговцы на этот раз нет, к сожалению. Да, в церковь сейчас сходим. Церковь, берем ломик, затариваемся полностью. Возвращаемся. Потом берем супермаркет. Забираем там каску, не каску, гитару, не гитару, чтобы мораль повышать. А потом идем на военных. План на три дня, очень хорошо. Молодец, Михаил. Все спокойны. Да, это встало. Сейчас поставлю еще одну воду. Это как раз пойдет отдохнет. Нож в церкви и ломик надо. Что, что, что? Зачем мне нож? Ножик ты выбил в церкви. А, в смысле? Да, ножик оттуда тоже утащим. И ножик и ломик. И ножик и ломик, понял? Все, нормально. Поехали. Так, раненый спит в кровати. Ты идешь добывать, голодна спокойно. Ты охраняй. Поехали. Ничего с собой не берем. Вытаскиваем сразу и уходим. Слушайте, а может поторгал? Я не туда пришел. Отличный был план. Что я сделал? Извините, пожалуйста. Церковь. Да, я не выбрал. Я тороплюсь. Это знак, что надо заканчивать. На втором этаже мелочевка. Там осталось бруски и прочая хрень. Сейчас придется повторить. Ну, слава богу, я знаю, что здесь делать. Стало голодна спокойно. Пару порций. Пару порций. Товарищи поднять. Дальше будет себя приходить тогда. Ну, не ждать же 6 часов, правильно? А, фильтр еще надо было поставить. Сделаем фильтр. Ты отдыхай. После фильтра можно уснуть. И давайте я его... Пусть поест. Легкое ранение пройдет. Быстрее, если на сытый. Завершили. Хорошо. Так. Спишь. Охраняешь. Добываешь. Спишь. Церковь. Поехали. Собираем. Мне кажется, мы сразу отсюда уходим. И все перетащил сюда. Ломик. Ножика не вижу. Ножик внизу. Да, ножик внизу. Из полезных вещей. Что нам нужно? Воды немножко. Воды совсем что-то немножко. Сахар можно в стаке взять. Но он так... Не факт, что пригодится. Материалы универсальные, конечно. Всегда пригождаются. Наверное, я ими затарюсь. Давайте я все-таки... Четыре розжига. Они в стаке повыгоднее будут. Ножик, ломик. Окей. Поехали. Так, а теперь я иду, собственно, в заправку. Дома у меня люди уже под защитой должны быть. Даже если нападут, уже есть автомат. Сейчас мы еще ножик притаранили. Оставим. Ну что, было нападение? Не было нападения. Очень голодна и очень устала идет. Голоден. Мои друзья очень голодны. Найти еду для них самое важное. Очень голоден. Хорошо. Сейчас едим. Ставим фильтр. Делаем еще еду. Так, это тоже очень голодна. Блин, этих пенсионеров прокармливать. Это прям, прям испытание настоящее. Ну, я жду торговца, на самом деле. Только одну еду можно сделать. Воды не хватает. Очень голодна, устала. Е-мое. Голоден, легко ранен. Для консервы-то есть, просто... Ладно. Послушаем радио. Я очень надеюсь на торговца. Восьмой день. Вы слушаете радио Погорень. Мы, с сожалению, сообщаем, что там коллега погиб. Застрелил снайпер. Некоторые районы стали недоступны для гражданских. Погода. Теплая и мягкая. Ждем торговца. Овощи можно сделать на грядке? Можно. Можно, можно, можно. Блин, ну я хочу сделать комп-кан для небольших животных. Но, опять же, механизмы нужны. Для этого нужно поторговать. Ну, или добраться до туда, где... Ну, я все равно следующий ход. Как бы, следующую ночь иду в другое место. Голод, голод, голод. Легко ранен, голод. Вот что мне нужно? Доп-воду поставил. Ой, торговец, отлично. Восьмой день. Как же вовремя. У меня есть чем поторговать. Что нам нужно? Нам нужны материалы. Нам нужна топка. Нам нужны эти. У него очень что-то мало всего. У него нет ни воды. Еду возьму. Материалы возьму. Продаю лекарством. Спиртик. Медведи. Блин, не хватает, конечно. Еще пара автоматов. Лекарства мега дорогие. Тем лучшим забиваем все материалами и брусками. Я готов на такой обмен. 99, мне кажется. 99. Чувствуете, да? Да. О. Неплохо, неплохо. Кофеманов у меня там нет. Трезвенник. Трезвенник. Нет кофеманов, кажись. Да, все нормально. Ну и все. Теперь у нас есть немножко ингредиентов. Только вот на самом деле брусков и механизмов. 104. 104 этих компонентов. Господи. Кайф. Голоден, легко ранен. Не буду я бинт тратить на ранение. Все, конечно, голодные. Воды еще нет. Я сейчас все равно в супермаркет пойду. А потом к военным. И к следующему торговцу у нас будет пара новых пулеметов. Автоматов. Я полагаю. Можете наделать фильтров пока для воды. Материалов все равно много, а фильтры мне рано или поздно понадобятся. Накупил, конечно. Очень голодные могут умереть? Нет, после этого я думаю, что еще будут. Типа умирает с голоду. Там должны перки появляться. У меня нет очень голодных. А нет, цвета есть очень голодная. Извините. Да, вот есть проблема. Сейчас еще воду закину одну. И сделаю блюдо. Без повара тяжеловато, конечно. Нужно срочно ставить этим пару ловушек. Но для этого, опять же, нужны механизмы. Одна порция, опять же, из-за нехватки воды. Раненого не надо кормить лучше остальных. Да уже нет, я думаю, что нормально. Он уже оклемался, считайте. Чтобы его накормить, нужно там три раза его покормить. Я тут всех голодными держу, чтобы не переборщить. Усталых нет, да? А, ну, в принципе, нормально. Так, теперь я беру... Я беру... Я беру ту же самую злату. Голоден, голоден, легко ранен, в кровати спишь. Ты охраняешь. И мы идем в супермаркет, правильно? Супермаркет. Там запчасти, кстати, еще остались. Супермаркет. Мы берем ломик. И все. А потом, если все ок, берем с вами автоматы и идем на военных мочить. Можно, конечно, до этого обокрасть кого-нибудь. Чтобы минус мораль получить, а потом военных замочить и в плюсе остаться. Например, в дом двух семей пойти. Там много лута и надо перестрелять просто всех мирных. О, бинтики, каска, гробовик шикарный. И девять патронов. Каску уже можно сделать. Как раз перед военными хорошо зайдет. Уменьшает вероятность получения ранений. Хорошо, немножко воды. Брусков. И тут еще что-то валяется. Овощи. Вода. Пойду перетаскивать. Это может пригодиться. Пока что самая большая проблема у нас с водой. То есть надо, видимо, все-таки ставить второй аппарат для получения воды. Потому что повара у нас нет. И, соответственно, либо нам грейдить плиту. Скорее всего, и грейдить плиту надо. И еще ставить сбор воды дождевой. Скорее всего, отсюда надо будет утащить еще и ломик. Оставить только самые ненужные вещи. Сейчас-то, кстати, материалы. Как-то не странно. Даже бруски приоритетнее. Но бруски... О, отлично. Еще овощи. Но бруски не хочется... Ой, чих-чих-чих-чих. Прокликал мимо. Тебе двое бруска не хватало на грядку. Крыши дултайм. Ну, давай сейчас крышу дултайм. Время-то есть. А мне прям грядка нужна. Я бы животных, на самом деле, разводил. Потому что они животные с бонусом. Но там запчастей не хватало. Здесь мелочи были. Ты это обязательно грейдом. Экономить будешь больше. Угу, хорошо. Медвежонок. Бруски. И все. Так, давайте посмотрим, чего там нам не хватает. Компоненты я, пожалуй, оставлю. Возьмем мы с собой. Давайте сейчас выкину все, для того, чтобы полная картина у нас была. Возьму ценные бинты. Овощи. Обязательно. Эти вот можно взять, если мы будем делать схрончик. Ладно, каску. Дробовик. Спирт. Возможно. Патроны соберу. Воды немножко. Ломик. И, видимо, бруски. Как-то не печально, но бруски. Жемко. Грядка второго уровня такого еще дает тебе рановато. Угу. Надо плиту сделать, надо живность ловить. Может быть, даже два селка сделаю, чтобы сырую еду бахать, чтобы ее всегда в достатке было. На нас напали. И, изи, отбили три патрона. Кто-то пытался нас ограбить. Это было просто парочка мародеров, поэтому мы смогли их отогнать. К счастью, мы все были вооружены. Никто не получил ранения. Грабителям ничего не удалось унести. Изи. Что там? Армия пытается сломить дух повстанцев с постоянными артобстрелами. Но больше всего от них страдают гражданские вроде нас. Когда вы столько раз были под обстрелом, вы можете заранее определить, куда упадет минометный снаряд. По его звуку. Я никогда не думал об этом, но в один роковой день все изменилось. Учитывая то, что снаряды летят быстрее звука, я думаю, что она немножко... Ну, за секунду, за две она может что-то услышать отдаленное. Но вообще-то это ересь. Так, ложись. Голоден. Голодна, устала. Слегка болен. Ой. Слегка болен. Голоден. Слушайте, возможно, из-за того, что я его не докормил. Так, давай фильтр. Иди сюда. Это плохо. Температура-то нормальная. Как он... Он приходит в себя. Типа, как он... Почему он заболел? Все военные прекрасно слышат, куда летят с снарядом. Понял, все. Все, все, ребята, я не шарю. Так, делаем... Воды шесть нужно. Может, все-таки плиту прогрейдить? Давайте плиту прогрейдим. У меня пока самая большая проблема — это с готовкой. Грейдим плиту. А бинтик что жалко для бегуна? Так он уже слегка-слегка. Ну, хотя нет, давай, я бинтик возьму. Кто пришел? Привет, у меня для вас предложение. Бизнесмен, хренов. О, теперь четыре воды, а не шесть нужно. О-о-о-о-о-о... Это значительно проще. Давайте Антона пошлем. Деловое предложение там у него. Минометные снаряды снесят, дай бог Их хорошо слышно, можно определить, куда он пойдет Даже есть занятие по определению Понял, все, не прав Можете помочь мне кое-что чем? Привет, сосед, вы не местный Угадал, хочу сообщить, что рядом есть заброшенный дом Владельцы давно бежали из города, когда это было возможно Попасть внутрь и найти что-нибудь ценное Давай, давайте Пенсионера отправили Ты побинтовался? Наложен бинт, молодец Сейчас мы поедим Поешь, 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 родной Голодна, устала Иди сюда, посмотри, может что-то сделать Можно И ложись, слегка болен, легко ранен Может его до отвала накормить? Не знаю Надо послушать прогноз погоды Можно еще винтовочку сделать, но Дробовичок Оружайные детали На самом деле я сейчас потырю этим Я планирую Просто военных сейчас шатнуть Но кем шатать, непонятно Потому что у меня товарищ бегун раненый Ладно, покушай Может еще давай пусть он будет сыт Блин Силок не могу поставить Опять же Третья кровать Возможно Печку можно сделать Травы тоже съедят У меня немного А, каждый раз получаю статус Очень голоден И есть шанс подцепить заболевание А, и шансы Свлечивает Да, шансы сбросить любое Понял Ну ладно, я поставлю фильтр В любом случае Голодна, устала Не знаю, может быть имеет смысл Сейчас еще разок Двое радио послушаем Еще разок Не на военных полезть Температура Тепло-мягкая погода Дыры заделаны Злата у нас голодна Я, пожалуй, ее тоже поп... Наверное, мы ее пошлем Ну что, еда есть На плите и так Все, она пойдет Пойдет с автоматом Мы оставим людей с ножиком, что ли? Ну, так я... Это рискованно, конечно Каска есть? Каска-то битая Бостон, добрый вечер Не хватает Или дробовичек все-таки сделать? Чтоб наши, по крайней мере, отбивались На, давай Я не пистолет, а не ножа Надо сейчас очень аккуратно военных убить Эту кладем сюда Пусть отдыхает Потому что вот Через день, через два Уже придет новый торговец А мне ему нечего предложить Корословку планирую Мне нужно как раз наменять механизмы Все, давайте завершаем день Итак Ты у нас спишь в кровати Нет, ты у нас охраняешь Ты спишь в кровати Ты идешь добывать Идем на армейский блокпост Это будет жестко, конечно Особенно без брони На этом все может закончиться Беру ножик, беру патроны Не все И очень аккуратно Сейчас нужно В монастыре же лекарством Да-да-да, туда мы еще наведаемся А-а-а Извините Блокпост-то у нас тут такой Надо постараться Как-то надо Надо бэкстэ быть как-то Наверхнего забраться, что ли А, этот уходит Я понял Забираемся наверх Давай Давай-давай-давай-давай Нет Хорошо, молодец Теперь так Ай, молодец Изи Еще кто-то есть Изи минус 4 просто все издавая свидание короче легкое ранение получили правда но это все один патрон там осталось взял столько сколько нужно тут еще трое вдвое валяется все мы считайте защитились от всех мародеров которые нас ждут потом потому что у нас уже 4 автомата а на другой стороне счет еще военные договорят я понял на самом деле я бы дальше не пошел потому что мне так полный лук мне нужно оружие дотащить до дома ранение за это самое зафиксить ой бэкстебнул одного этих ну как она там боролась более я уж дома застрелят возвращаемся лишние автоматы можно сбагрить они конечно мега дорогие я возвращаюсь домой дома с дробашом должны были отбиваться люди если было нападение никто не напал три автомата пистолет ножик 20 патронов а и товары из дома сахар и этот антон вернулся опечаленный с чего это мне пришлось убить их солдат мне придется как-то жить с этим слышишь да не переживай так очень голодным так закидываем фильтр я хотел помочь моим друзьям они выглядят такими голодными солдаты были такими же людьми как и мы но все равно были убиты но но они все равно убили бы зла то если бы она не смогла их убить да да так и есть так и есть закидываем фильтр опечаленный устал ади отдыхай ты идешь сюда подержал ваш канал на 100 рублей и сообщил спасибо с первым успешным стелс да осталось вышел не будем думать о жизни которая забрала злата давайте думать о жизни которая нас спасла опечален все таки все таки минус морали мы словили гитарку бы очень голодна и да заканчивается нужно мышеловки строить жду торговца конечно да они были солдаты да они пытались на убить нас но у них наверно были семьи как у нас ахты короче сохраняю голод пришел в себя от полностью павла может быть стоит я не знаю на самом деле устал 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 торговать бы мне с кем-нибудь за механизмы может на площадь вообще сходить автоматики сбагрить такое или уж дождаться торговца послушаем радио да гитарку еще купить можно гитарку тоже на рыночную площадь наверное можно купить теплая погода сохраняется классическая музыка играет вот мародер сейчас будет ну хорошо я уже готов к мародерам ничего страшного печали на усталом стало гладно но мы небольшую дизмораль словили на самом деле тут только двое опечаленных но вообще нужно конечно этой одному нужна мышеловка другому другой нужна гитара поэтому мне нужно где-то достать механизмы сейчас посмотрю выберу наверно с не стоит пока эти опрометчиво там людей шатать потому что мы депрессов можем снять 8 если словить торговец уже не придет оставляя двух или всех трех охране зачем у них же усталость этот статус же будет накапливаться мне усталость будет накапливаться короче нужно две мышеловки ставить чтобы такую прорубу прокормить точно две мышеловки с бонусом так это опечалено нет 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 не руби не руби не руби кровать еще бахнет кровать кстати хорошая идея скоро мы это еще дверь сделаем сигналку и тогда можно будет вообще всем спать кровать только бруски стоит и эти бруски жалко я не буду пока все закинули поехали итак часть тем заблоченным например церковь мы не можем пойти супермаркет тоже бензоколонки мы практически все вынесли склад появился группировка вооруженных бандитов тихий дом еда в нормально жилой массив а воровать если мы не готовы воровать практически не тронутым а подруга то опечален ну пофиг павла пойдет охраняй они никто не устал получается он будет плохо спать то нет хватит одного на охрану я думаю спим 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 охраняем тихий дом колечки сады вести нормальную жизнь думаю ломик но может быть лопатам на первый проход может складом не еда нужно вот черт блин я же запчасти должен был извините это косяк когда все закончится куплю себе такой же дом ладно мог бы здесь запчасти мне нужно совсем немножечко ну и и поторгуем соответственно как придет тут товарищ что происходит кто-то все нормально пожалуйста не пытаясь не трогайте мою жену она больна ко мне спускается старик блин а грабим будет будут проблемы какого черта делаешь минус мораль будет после ограбления помогите да считайте все их ограбил запчасти ладно ничего страшного потом пойдем бандюганов убивать тут есть еда да я чувствую старики дожали зажали тут еду жалко конечно но они не выживут скорее всего без не вот они здесь еда мораль не очень сильная если пару воды пару лекарств и одну еду оставить я понял но я же как-то начинаю лутать мне ощущение остановить хорошо тут пять механизмов а мне на грейды хватит а когда я начинаю лутать это вообще псих соком сегодня я еще разок столкнулся с твоей манией надо мне как-то принять это вот это частная собственность бинты и прочим а тут еда видимо забираем у пожилой пары у очень нужна вода очень нужна еда морковка конечно тоже сахада и все заберу разве им поможет сахар мне это больше пригодится правильно ведь еще материалы очень много конечно здесь мне стыдно друзей письмо дедушке бернарды какой-то элен мы рады что тебе уже нравится жить с тетушкой война не так уж плоха просто она не подходит для детей к тому же говорят что она скоро кончится поэтому а нас не волнуйся бабушки уже лучше она просила не говорить тебе но она сберегла немного муки чтобы сделать то печенье который ты любишь а я обещаю тебе починить качели когда ты вернёшься капец гг в общем старики остались без всего у меня убей чтобы не мучились давай с ума сошли ну да я плачу плачу лутая мне просто еще за обмену с мораль дадут за убийство невинных с ума сошли что ли да в доме миллион конечно утром просто миллион а стыдно конечно представляете серьезно к игре относиться в первое прохождение даже в этот дом не заходил к этим старикам придется в следующий раз брать топор мебель у них еще осталось этим старикам почти ничего не оставил говорит на нас напали изи 8 патронов минус опечален голоден устал я не горжусь этим но мне пришлось обократить их бедных людей нам очень нужна провизия голодна устала бедные старики постоянно представляют своих родителей на их месте павла поступила жестоко и надеюсь что все старики смогут выжить не думаю что обязательно было воровать этих стариков есть другие способы получить все такие молодцы вообще сидят дома на печке блин сучки ни хрена не делают ноют и ноют эти пенсионеры блин я им еду достаю они там ноют у тебя нет печки еще не холодно так давайте попробуем сделать во первых вот капкан для небольших животных капкан у нас будет стоять вот здесь вот чтобы сразу мы видели когда что дедушка будет закидывать в капканы голден печален и давай делаем голодна печален зато двойные порты сегодня будем а ведь они отказываться от еды не будут они ой я так голоден ой я очень голоден мне так плохо что другие голодны нам не надо было забивать эту еду пенсионеров так и четвертая порция пошла устала на ложись вообще должен может торговец прийти уже одиннадцатый день устал он отдыхает мне кажется есть ингредиенты которых не жалко да три штуки отлично вот и наш математик который очень хорошо ставит капканы ставит капканы деталей правда опять нет кормить нужно второй день голода не на первый так я щас покормил только тех кто очень голоден все остальные просто голодны о торговец а у меня есть чем поторговать да медицина есть все шикардос что мне нужно механизмы главным образом мне нужны очень хорошо что ты пришел есть есть 9 механизмов отлично а как раз медицину потырили у этих еду пока возьму вода не столь критично бруски нужно добивать ими ну что то бруски не алло давай так раз бруски бруски брусочки а не было бы этих лекарств что б я делал кхм-кхм ведь главное мне же за это все отвечать понимаете пенсионеров блин бедовых лучше еще брусков я полагаю вот сейчас уже нормально можем прогрейдить верстак скорее всего ày подожди а здесь нам нужно что-то каску можем сделать каски нет пожалуй не нужно грейд тоже не нужен нам вот это вот в т3 нужно грейдануть тогда мы сможем сделать да вот что нужно тогда мы терморегулятор сможем сделать под печку будет хорошо все и в принципе все. все что нужно мы можем сделать голоднао печаленным голоднао печаленным вторую тему для добычи воды будем бахать голоден и печален и устал голодная печально хорошо давайте послушаем вовремя пришел торговец ведь я тут успел мародеры продолжают сигареты табак в качестве валюты подходит к концу чуть позже надо будет поторговать следующий торговец сигаретка как раз как раз сделаем так верстачок последнего тира дверь бахнуть хорошо тогда все могут спать недорого нормально я думаю что нужно бахнуть дверь это разовая такая акция поехали тогда не нужно будет оставлять никого на охрану голоден и печален не кормим пока можно сходить на площадь взять гитару нам с музыкой будет значительно лучше но сейчас самые главные проблемы заключается в том что но куда мне идти может бандюганов по это самое порезать а я же могу продать реально пару пару в этих автоматов у меня же автомат есть действительно мне что сколько четыре автоматом или с автоматом час пойти на площадь торговый что мне в принципе нужно на торговой площади разовая она закрыта кажется пока не поздно можно во первых скупить скупить табак если бы на него был ну ладно скупим патроны скупим вот так вот материалов может пригодятся конечно просто автомат покупается тушёночка дорогая я ставлю пожалуй что автоматы так налево направо голодна печаленным и так у нас с вами есть всего 20 материалов не надо все скупать это видимо на верстак там что 40 потратил а еще на эту еще на эту 27 не надо надо автомат продавать дробовик с пистолетом скидывать ты к нужно вроде каждому оружие кто охраняет то есть у каждого должна быть пушка короче беру материалы на будущее так в живность ловится на я скорее всего сделаю еще одну такую же штуку да не так много все верстачок стул третью кровать можно бахнуть хотя брусков нет вообще бой нельзя на эту накопить можно немножечко д голодна печален голодна печально поставим сейчас фильтр еще у меня есть вроде хрена с 2 бахаем фильтр один просто если сейчас гитарка была я бы начал играть и печаль пройдет гитарка я не знаю где она может быть на площади может ну на площади может быть можно купить но там кажется заблочено все это плохо пистолет-дробаш продай возможно да кстати я зря продал автомат надо было базовые вещи продавать спят дверь есть теперь к ней кровать надо ну можно конечно бахнуть на бруски все потрачу не буду я так делать просто будет спать но не в кровати все бегун пойдет бежать спать 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 до центральная площадь закрыта городская больница есть тихий дом порт инструменты но тут мы тихий дома обнесли пенцоколонка тоже аэропорт вот опасность можно туда павлом сходить кажется в аэропорту у нас и ломик нужен и лопата нужна и эти нужны стройплощадка еще есть опасные опасность еда материалы не помню стройплощадку больницы запчастями огромное количество запчастей да она пойдемте сайфовенько ломик лопату я оставил от вас поехали сюда надо было еще взять ножовку да это новая лоха в первое прохождение не было и тут воровать можно я пока собираю что плохо лежит стройплощадка там где пабло умер да точно там где засадам собираем пока ненужные вещи я правильно проверю все равно может сворую по мелочевке запчастям овощи ворую но не все я такой привередливый вор более на тут не могу эту шумку оставить с драгоценностями вы издеваетесь они просто просто специально ценные вещи да детское отделение ты думал больниц не будет лекарств да да но нет ну в смысле я думал что я за тобой слежу хреново следишь друг ой хреново присмотри за кучкой этой пожалуйста спасибо о класс торговать можно лопату можно не взять неплохо хорошо для грейда беру запчасти опять тушенка опять запчасти но они как будто знают что раскидывать реально прибить могут тут и и лечат бесплатно ну да я чего я так аккуратненько третий этаж надо еще проверить здравствуйте кажется сейчас я немножко палюсь частная собственность показывается что типа увидят меня это тоже правда частная собственность плохо следят они за своей частной собственностью мужик сидит какой-то если уже лутал не знаю там как туда добраться ну баси вот я набрал конечно тихо смотрим добрый день надо приниматься с дела ну не это самое не хочешь выйти просто не хочет одним глазком посмотрим подождем чуть-чуть вдруг уйдет холодно лучше бы закрыть окно интересно он выходит или не выходит больше обстрелов пожалуйста ну выходи мужик ееее давай даже за за тобой дверь закроешь да посиди там ничего не будет происходить подозрительному все нормально так я думаю что на этом надо закончить разграбление мирной больницы сюда конечно надо вернуться еще но надо помнить что сюда можно ли вернуться за лечением еще третий этаж я последний не проверял сейчас скину и вернусь туда привет спейд да это новый трай с большим с другим количеством выживших их четверо на старте два пенсионера музыкант и павла павла единственный кто нормальный ну хотя один пенсионер нормальный мышей ловит а девочка хорошо на гитаре играет мораль поднимает но посмотрим а это кстати может сагриться постараюсь немного поспать поспи 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 иди поспи не шути со мной вообще никаких шуток просто спи а если ломиком ты не услышишь не слышит ничего подозрительного не происходит табак в цене все вверх тоже прочистили время как раз подходит к концу пробег отличный надо только понять что взять точно нужны механизмы и наверное подороже что-нибудь утащу еще можно даже ломик оставить овощи бы пригодились это очень дорогое это очень дорогое 3 консервы соответственно 12 на грейд механизмов можно взять драгоценность но не такие эти 3 штуки на грейды тоже зайдут хорошо ну и все собственно осталось всего ничего блин как как же это просто пришел все собрал самое ценное вынес красиво кристалл берри да он не такой ценный все 12 день возвращаемся домой там два пулеметчика нас ждут дверь на сигналке все заколочено верстак т3 медведи рык все есть что натворил пациенты могут умереть из-за меня началось в депрессии эти пациенты я знаю что красить в больнице неправильно я должен заботиться о своих и всем рассказал очень голодна капец какой ты молодец сначала массада посещаемость упала так как многие родители решили запереть детей дома один молодой человек посоветовал мне закрыть окна матрасами из спортзала это глупо детям нужен свет чтобы читать сказала я и кроме того никто же не будет стрелять по школе как мы могли ограбить больницу ё-моё срочно гитара нужна ребят срочно гитара с этим надо поговорить а печально тут очень печально она у нас мастер воодушевления поэтому может получится у нее что-то очень голоден плохо спал голодна иди сюда ты фильтр тут мы разговариваем фильтра нет делай фильтр нам утешают делаем фильтр тут тут кушаем я вижу что ты страдаешь павла о поймали поймали двоих отлично плохо спал голоден и печален собирай я сделаю все что-то тебе помочь быстро кстати поймал может не стоит вторую эту ставить нам нужна еда да 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 все еще в депрессии где мне взять эти может выпить ему иди выпей алкоголем печально голодна ты что думаешь больница держится лишь благодаря этому знаменитому врачу он герой а мы злодеи понятно в общем с вами все голодна и печален печально голодна пьян голоден устал ади спать плохо спал голоден на корпус спи так ну что мы там надыбали можно что нибудь сделать можно сделать третью кровать можно сделать спирт спиртик очищать воду можно граидануть кстати что у нас по погоде мне кажется что уже скоро надо настраиваться на похолодание сохраняются теплые дни играет классическая музыка табак все еще не подрос в цене мародеры нападают время напасть на бандитов кстати да мы можем мораль повысить напав на бандитов точно ну что же сделать печка пока не нужна самогонный аппарат ну может быть у меня вроде сахар даже есть да сахара много самогонный аппарат сейчас может подойти еды пока хватает 6 еды да давай бахнем самогонный аппарат и валюта и медицина в общем поставим его где-нибудь здесь рядом с радио плохо спал голоден и печален ты переживаешь павла видимо совсем отчаялся раз решил грабить больницу ну голоден и печален надо бандюганов реально пострелять а у павла будет бадун самогонными воды не хватит да может еще сделать водичку одну брусков не хватает уже да ну видимо мы златку по пошлем самую жесткую пять самогона пять заливай и да есть медикаменты есть все нормально мы шей ловим самогон гоним воды добываем павла приходит в себя потихонечку поехали овощный стол возможно так бандиты да да вот стройплощадка заброшенная стройплощадка в роскошном районе надо повышать мораль надо бандитов бахать потому что печален и печален и печален ты голодна охраняй нет спи просто что мне нужно мне нужен ножик которого нет блин топорик беру винтовку беру патроны берем побольше с запасом а нет ножик есть топорик лесом что еще может пригодиться каска была каска поврежденная не поможет поехали сейчас аккуратно тут два бандита насколько я помню два бандита мирный очень внимательным плюс тут да тут надо будет копать справа тут нас убили помните я сюда иду ради пушек и ради плюс морали главным образом надо было сначала с бандитами разобраться но я хочу по разведочку провести вокруг стреляют они в правой части здания здесь это будет жесть да за марка будем мстить скидываем скидываем ну беги бегать еще медленно на разрешение и на 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 завал детский рисунок люди в лодке подпись большими буквами мика едем с папой к дедушке приезжай поиграем ой наверху стреляют это же что он стреляет снайпер двое там наверху могу к ним забраться да могу у в в в в в в в Он снизу же Нашел эту суку Нет Нет Есть Тот мега раненый, конечно О, у него винтовка Это винтовка армейской штурмовой С прицелом Такой не было у меня еще С прицелом Так это, наверное, лучше снизу убивать Как-то пытаться Как мне наверх-то забраться Сюда, видимо Давай Есть, изявая просто Просто изявая Псы Лутаем это вон Еще винтовка, еще патроны Как нельзя кстати И еще двое, кажется, справа О, медицина И это на ловлю хорошо тоже Бруски выкидываю Я понимаю, что бруски нужны, но Спускаемся Может забить нас тех У меня и так фуловый инвентарь Потом сюда вернуться Да чего ты не алё Подруга, давай Я здесь что-то не вижу никого Мне кажется, мне здесь всего двое О, медикаменты Надо сюда определенно вернуться Капец, смотрите Тут еды сколько Четыре стака еды Овощи Так Даже не знаю Как тут лучше поступить Так, наверное Три консервы возьму Еще овощи бы отсюда забрать Даже вместо еды Вот так вот Ладно, побежали Кофиг Надо домой успеть Еще надо посмотреть Чего здесь не хватает Ну там Скрывать Может что-то На следующий пробег Там лопата Может нужна будет А, здесь выход есть? Нет Нет, нет выхода Да Быстрее Уже не успеваем Влево убегать Бежать к выходу Давай Ууууу Я моя Не успел вернуться Что? Капец Реально там Пробегать Нужно очень далеко Времени Осталось Ой Не Не успел 30 минут Осталось Беги 30 минут 20 минут Беги Блин, там спуск 10 минут, не успеваем Черт У нас напали Минус 8 патронов, изи Все это выглядит так, что Как будто не спала всю ночь, что-то терзает И были какие-то проблемы, надеемся, что зато вернется скоро Лишь надеемся Похмелье Очень голоден Так, голоден и печален Так, голодная печаль Но устала Печаль-то все еще есть Беру спиртик Фильтр не сделать Делаем фильтр Тут хаваем Блин, надеюсь, она без Без ранений придет Делаю пару фильтров Голоден, похмелье, печальен, не спим Этот забрали Простой голод, не страшно Этих не Мышей не поймали Давайте послушаем радио Мне кажется, что Холода сейчас пойдет Тепло-мягкая погода Все нормально А, Злата не вернулась с новостями Поэтому печаль Понятно Она должна прийти, рассказать Как она там Мародеров Ушатала просто и все Так, еды очень приличные И она еще принесет Еды реально очень много Делаем фильтр Ждем возвращения Гитара нужна Возвращаю... Нет, это не возвращается Это кто-то Кто-то за дверью Свет, ну давай Помогите мне, пожалуйста Давайте Что? Что нужно? Женщина какая-то А, она принесла Привет, как у вас дела? Благодарим Благодаря вам Все раненые выздоровели Вернулись по домам Однако Нужны бинты У меня кончились Могли бы поделиться? Да, могу Плюс мораль Сейчас печаль должна спать Злата Вернулась тоже Все, печаль спала Еее Убивать неправильно Но если на одной чаше виспов Два вооруженных солдат На другой десятки невинных А, ну видимо да Видимо А после чего у нас Плюс мораль? После того, как мы помогли Или после того, как Да, люди этого города Должны благодарить Злату за убитых снайпер Все Правда, печаль Печаль все равно есть Вон, Злата возвращается Голодна, легко ранена А печаль и не устала Молодец, родная Очень голодна Кормим ее Еле идет Подругам Все депрессуют Не понимаю Чего депрессовать Сел, иди кушай Так, можно сделать ножовочку Можно сделать каску Я, наверное, каску сделаю Каска не лишняя Каска пригодится Хотя детали Опять же она стоит Но каска и бронежилет Это типа на раз Сделали все Может это есть более полезное Иди покушай Пошла кушать О, 10 консервов 10 еды Представляете, она принесла Сколько? Может на стройку сходить Реально сейчас Сделать Эту Ножовочку Гитару А где я гитару возьму? Давайте ножовочку Пахнет Давай табак выращивать Табак поздновато Уже табак выращивать Мы не успеем По спросу на него Я думаю Единственный способ Остановить их двоих Было их убить Десятками людей Станет безопаснее жить Прекрасно Легкое ранение Бинк не пожалею на тебя Давай Еще сделаем Сделаем еду Ей И она еще поспит Здесь много людей Зачем сводить Да Ну, сейчас много Так, ты спим Тут мы делаем пилочку Еще одну Делаем блюд Побольше Добухать и спать Сейчас, сейчас, сейчас Легкий голод Это хорошо Мотивирует Но когда сильный Тогда уже да Если ранение То надо, конечно Чтобы было сыто Стало печально Все Сейчас будет сыто И мы ее Сыта И мы ее положим В спадки Так, фильтр у нас есть Еще один Да, есть Хорошо, тогда делаем воду еще Десять консиров Восемь еды Еще ловится живность Там у нас слева Так, а что мне нужно? Я бы на стройку сходил с пилкой Взять пилку Взять лопату Лопату надо сделать Еще одну К сожалению Брысков не хватает На лопату Лопату я где-то оставил Не помню где Завершаем день Можно снова на стройплощадку сходить Там много всего И там нужна пилка Соответственно Ты спи Легко раненая Печаленная Ты голоден Похмели Пойдешь добывать Ты Охраняй Ты спи Окей Но мы без лопаты туда идем Увы Берем две пилки Чтобы Или одну пилку взять Я не знаю сколько там Там кажется одна решетка всего лишь Топорик можно взять Мне тоже минус слот Поехали На стройплощадке не только пилка Но и лом Поздно уже Накосячил я Кажется вот здесь можно было спуститься 10 Да Лутаем Нормально Допилку вижу Не Вроде лом не нужен Самое главное Вот здесь залутать Ой Как он быстро все-таки Бегает Пилим Ну что Была опасность Мы не всех бандитов что ли убили Вроде всех Да В первом прибытии Налог там затоплен Второй раз приходишь Можешь спуститься Понял Ой Отлично Еще бинтики И еще Ой хорошо Прям все в один стек Еще накидывается Бруски Правда Два я отказываться Не буду Бруски мы лучше У торговца купим Или возьмем топорик Куда-нибудь Сучится Я не буду убегать Потому что здесь Я еще не дособирал Все Скину вещи Тем более у нас бегуна Но очень быстро Конечно Все 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 бежит В отличие от той подруги Нам в правую часть нужно Скидываем просто Все Только четверть времени Прошло А вот старик Я клик Тренирую Потом Хоть в варкафт Можно будет играть Когда-нибудь Вот сейчас Вот не покликал Вот послушал Ну бас И все Так Поехали Только поверху Забраться Можно Да бруски нужны Просто их нерационально Собирать Проще покупать По два бруска На На проходку Это вообще Сейчас на всякий случай Проверю Может наверху Я что-то еще Умудрился ставить Кажется нет Кажется нет Да Сюда вот лучше Все И за вас Начал бруски эти Собирать Будьте неладны Ну в смысле И бруски собирать И кнопку нажимать В этой рюкзаке В этой игре Есть фулл Рюкзаки на 30 Не видел Я видел максимально 17 Что-то Оскал человек Спускаемся Смотрим На каждом этаже Здесь еще По мелочи Есть Опять Бруски Ненавижу Вас Дурак С брусками Воду ходить Что-то Маловато Все Ну как Маловато Я тут же И так Нады был Будь здоров Все Больше уже Не буду Собирать Ничего Возвращаюсь К выходу Зайду К этой кучке Посмотрю Что там Ценного Осталось И в это локу Мы не вернемся Ну и так Хорошо Взяли пару Калашей На продажу Взяли много Еды Да много Чего Набрали А тут Бруски Были Не дай Себя С это Самое Обмануть Еще Подвал Есть Подвале Мы вроде Были Нет Вот он Длинный Подвал Справа Роль Подвала Есть Бостон Только что Там были Спрыгивали Пилили Так Что у нас Есть в результате Для простоты Сначала Все выкидываем Потом Мы же Начинаем Бинты Вот это По еде Неплохо Конечно Это же Дорогая Штука 4 стака И брусков Миллион Да Эти вот На грейды Нужны 4 медведя Хорошо В стаке Блин Друзья Сахар Нужен Блин И чертовы Бруски Эти Ненавижу Их Взял Сахар Наверное Так Да Были Простей Общаясь Тут на вопрос А понятно Деловой А че Советы Тогда Деловой Колбас Там же Иконки Рисуются 14 день Друзья Я жду Торговца Кстати На этот день Возвращаюсь Домой У нас Три Тиммейта С калашами С патронами Должны отбиваться От упырей Никто не нападал Правда Голоден Печален Стал Очень голоден Едим Злата Вообще Пришла в себя Абсолютно У нее Все хорошо Это прекрасно Делать Фильтр Очень голодна Ты идешь Сюда Делаешь Фильтр Говорю А ты Чего Это было Нелегко Но женщины С нашей Улицы Всегда старались Выглядеть Красиво Мне это было Наряжались Просто Голод Очень голод И устало О поймали 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 Вижу Поймали Быстрее Ловит Математик Наш Антон Ложись Воду Ставь Еды Смотрите Сколько Так Тут Собрали Еще Двоечку Еды Закидываем Как раз И принес Тут Удобрений Еще На 8 Еды Фильтр Бахаем Надо Посмотреть Что Сделать Еще Что Можем Сделать Может Травки Поворачивать Может Спир Поочищать Вторую Эту Можно Поставить По температуре Посмотреть Ультрафиолетовая лампа Это видимо Для растений Торговец Пока не идет У нас есть время Прохладно Облачно Возможные осадки Надо уже готовиться И ставить Сигареты Табак Уже Мега Дорогие По всему Городу Районы Полностью Отрезаны Так Ладно То есть Мы сейчас Можем Да Не хватит Нам не хватает Компонентов Ну Температура Не резко Падает Поэтому Мы с вами Можем Пережить Эту Тему Нормально Так Стоп Света Отдыхай Да Торговец Идет Все четенько Изи А у нас На продажу Мое уважение И спирт И еда И медицина Вообще Легко Что у тебя есть Это беру Бруски беру Консервы буду продавать Наверное Потому что с едой Мне проблем вообще не будет Ах ты гад Что еще есть Фильтр надо будет взять Изи Понимаете И Зи За две тушенки Я тут Поднимаюсь Правда не совсем за две Может кофе попродавать Ой табак Он мне все равно не нужен А у меня нет нормального табака Еще бруски Еще вода Фильтры нужны И сейчас надо затариться Перед началом Перед началом Сколько возьму Что еще можно взять Книги нет Книги нет Да ладно Не жмать Так Все Как бы Скупили Бруски Необходимые Все Все нормально Можем бахнуть Да что хотите Можем сделать печку Заранее Можем сделать А дистиллятор Можем кстати сделать Для самогона Пригодится Только нужно Сделать этот Как он называется Терморегулятор Нам нужны Для дистиллятора Да А терморегулятор У нас внизу Давай Покупай табак Вроде сигареты Я мог же еще Продать оружие У меня 4 винтовки Один нож Явно лишний Пистолет лишний Драбаш лишний Взять Держи не знаю Что взять Еще хавчика взять Нет С хавчиком проблем Это не будет Табак мега дорогой Не Я оставлю Это на следующем Она что Ценение Не потеряет Чего это Тороплюсь Так Нет Ты делай Давай Самогона Можем Кажется у нас нет 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 у нас сахара Не Есть Набрал сахар Три порции Самогона Пахаем Голодна Устала Голодина Печали Нормально Не Я думаю Что я под контролем До конца буду держать Уже Тут все Ситуация значительно лучше Чем в прошлом трае Значительно лучше Чем в прошлом трае Поэтому я не вижу Пока что Серьезных проблем Так Делаем Дистиллятор Где-нибудь Вот здесь Вот рядышком Самогонным аппаратом Закинем еще Фильтр На это такое Терморегулятор Лучно-улучную печку Потрать Да у меня будут еще Запчасти Пока там Температура Упадет Ну уже поздно На самом деле Уже поздно Терморегулятор Уже Голоден и печален А что они такие печальные Я не пойму Все же есть Сейчас бахнем еще С овощами Пару блюд Все же хорошо Процесс идет Дома тепло Выспались все уже Тут фильтры еще ставим Тут спертик Можно очистить Четыре всего Фильтров не хватает Окей Фильтров не хватает Вот кстати Расходников же маловато Очень мало расходников Конечно можно в церковь сходить Утащить там все Пачкой Их там очень много Еще осталось Зачем опять В алкоголе Слезть На грядку Может на грядке Не хватало Мне ресурсов Еще фильтры хочу Из алкоголя Можно делать Те же самые Высококачественные лекарства Насколько я понимаю Еще два фильтра делаем А крысами бизнес не построить Может быть кстати и можно На крысах бизнес построить Еду продавать Может и печальной Тушенкой покормить Чтобы шанс бросить эффект И увеличить Они прямо печалены Голодна Только один Опечаленный Да А зачем тушенка Если у нас есть Блин 12 спирта Ладно Давайте Одному Выдадим Все Только легкий голод У парочки Никаких ранений Ничего Спирт мутится Еще вон тут Три штучки Можно взять Крысы ловятся Я думаю Что я до трав В этом траве дойду Да Фильтры на фильтр Уже не хватает А по воде Ну что Здесь с водой Есть проблема То есть надо сейчас Где-то Материалы взять Окей Ладно Завершим Температура будет Будет падать Нам нужны бруски Городская больница Тихий дом Строеплощадка Строеплощадка Вынесли практически Все кроме брусков Я не буду брать Минзоколонка Точно нет Склад Аэропорт Еда Материалы Лекарства Опасность В аэропорту Да В аэропорту Военные Порт Дом двух семей Можно кстати Пойти Ограбить просто А потому что У меня Низкая печаль Только у одного Товарища Я бы Гитарку Купил Сначала В дом двух семей Пограбить людей А потом На склад Убивать Бандитов Склад Крупного магазина Убежище Группировки А, да Дом двух семей Берем сюда Ломик Еда Лекарства Оружие Запчасти Опасность Недружелюбные Что, автомат Что ли брать? Я возьму Все-таки Ножовочку Наверное Возьму На Мне на растопку Нужен топор Ломик Возьму Такой будет Проходной Вариант 20 патронов И ножик Просто кивы Невыгодно Таскать Перетопой Да-да-да Я так хочу Сейчас На зиму Заготавливаться Поехали Убиваем людей Грабим их Это Это вот Все Это Солявье Извините Тем более Здесь они Сами тебя убьют Если что Это часть дома Откуда Относит Лучше пойти Проверить Проверить А, это я Пожалуйста, нет Да, а что ты тогда Проверять-то вышел Пес А, нет, есть Это типа Одиночными стреляют Но Но дистанция Классная Что есть там еще Желающие Нет-нет, пожалуйста Ну вот все Тогда Упыри Че с охренели С автоматом полезли Оплакивают Блин, беда Автоматик-то хорош Такая дистанция Вы видели? Ну я оставляю Тут Автомат Покажет Что дальше? Рубим Черт Что-то мне стыдно Не знаю почему Ладно, я полутаю Вашего Нет-нет, пожалуйста Все в порядке Я просто возьму У нее винтовку Немножечко патронов Так, стыдно Наш лут не помещается Да не могу Ничего с собой поделать Ооо Мое уважение Хорошо же вы тут жили Ножовка зачем-то Типа можно было Постался сюда Влезть Бинт Я рад О, инструмент Есть, гитара И сейчас Представляете Картины просто маслом Ты приходишь Дом двух семей Расстреливаешь Открываешь И видишь гитару Понимаешь, что Сделаем гитару И дома попоем Вспомни, как ты ходил Этих товарищей убивал Посмеемся вместе Поулыбаемся Мораль поднимем У нас реально же Дама, которая На гитаре играет Лучше всех в игре Надо будет послушать И касочка Да, и касочка тоже Касочка тоже в тему Но тут много всего Тушенки там Блин, кайф Опечален, Павло Не печалится Все нормально Закрытая решетка Не-не-не Там все хорошо Они плачут А я рад На плюс морали Ну да Если будет плохо Мы на бандитов Все равно пойдем Я планировал Это сделать Ё-моё Это ты И поворовать И по Ну как Как можно устоять А, друзья Как можно устоять На топорик Еще ушатать полностью Чтоб слот освободить А тут чисто Взять на растопку Вещи Бруски нет Плачу Убийцы Ничего ценного Ладно, ломаем топор Осталось совсем ничего Да Через убийство Врасту Самый легкий Трайм Ну и мне тяжело Морально Ломик Еще ломик Они там плачут Мне так не по себе Просто не по себе Да Оставляю я тут Некоторые вещи А крышу Еще можно подлутать Посмотрим Что там Ценные Не ценные Несмысленный хлам Спускаемся вниз Он тут еще В подвале Много Всего Надо посмотреть На будущее Что тут А Там еще Ножовка А Еще вторая семья Скорее всего Там второй дом Еще есть Может убитаем Я не знаю Так Топор отслужил То что нужно А внизу Что как Сейчас наверное Ножовочку Уязну Чтоб тоже Освободить Да Там есть А мне тут В прошлый раз Я помню Чуть не убили Ножовочку Сломали Тут Затоплено Кстати Может быть В следующий раз Можно будет Прийти Спуститься Ну и возвращаемся Половину мы тут Облутали Одного человека Вынужденно убили Но она сама Виновата Естественно Но Я так считаю Бруски Еще не помещаются Все Плачь Ты плачь Ты сколько Можно Все Берем Гитарку И домой Стыдно Ну это Такой Поход Конечно Ломик Наверное Тоже Надо Выкинуть Он Свою Отслужил Считайте Что нам Нужно В первую очередь Конечно Разломанную Гитару Конечно Винтовку Конечно 20 патронов Желательно Еще Эта Винтовка Еще Добить Патроны Хорошо Было бы Взять Еще Ножик Материалы Для оружия Можно взять Тут Мега Ценные Еще Пара Слотов Блин Сюда Точно Надо Еще Наведаться Будет Сейчас Очень Много Ценных Вещей Оставили А вы видите Тут Валом еды Просто Валом Возвращаемся Так Сейчас Будет Дизмораль На старте Дикое Потому что Мало того Что я Поворовал Еще Беззащитных При Ушатал Вот бы Так Каждую ночь На нас Напали Изи Минус 6 патронов Опечален Опечален Голоден Устал Ложишься Голоден Голоден Вообще Никто Плохо Спала Никто Не Парится Что Серьезно Никто Не Парится Рили А на Гитару Нужны Вот эти Вот материалы Блин Не нафейлил 5 штук Нужно 3 штучки Осталось Чуть Чуть Совсем Но я Все равно Туда Схожу Как раз Возьму Материалы А В био Что-то Было Я Бо Не хотел Причинять Кому-то Вред Но Если Это Нужно Для Выживания Да Действительно Ох Спала Голодна Да Притащим Еще Сейчас Материалов Захватим Очень Важные Ценные Темы Медикаменты Еду Которые Там Были Морковки Правда Нет Очень Нужны Расходники Потому что Фильтров Нет Не буду Я есть Пожалуй Доделываю Спирт Печка Зима Близко Да Опять же Компоненты Нужны Надо в церковь Сходить Будет С компонентами 12 Бутылей Спирта Очищенного 12 Бутылей Спирта Радио Послушаем Мне интересует Погода Осадки Промозглые Деньки Ладно Поехали Я знаю Что делать Либо Да Дом Двух Семей Плохо Спала Спи в кровати Охраняй Добывай Я думаю Я думаю Что надо Вообще Нулевым Идти Сейчас Туда Потому что Мне как раз На одну ходку Там Ничего Не брать Ну Тени Они сопротивляются В ту часть Дальнюю Я не пойду Я просто возьму Что здесь Есть на старте И Если что Добью А проблема Проблема В том Что Проблема В том Что Здесь Нет Материалов Ну а Где-то Они были Мне нужно Буквально Три Штучки В чем Мне нужно Больше Ласт PUBG Не Да Давайте Короче На сегодня Закончим Друзья Я пойду В PUBG Сыграну Еще С Соколиком Что Мрачняк Нормально Все равно Новую историю Начали Почти половину Прошли Спасибо вам За то Что смотрели Увидимся С вами Завтра Вечером Не знаю На что А может Не увидимся Или сделаем Стрим Из этого Из Из Ирландского Паба Будем Витя Поздравлять Посмотрим В общем Друзья Хорошего вам Воскресенья От души Обнимаю Люблю Целую И Сеснов Особей Женского Пола Увидимся Пока Субтитры Продолжение следует